Всем привет! 12.03, Нью-Йорк и Вашингтон, Чикаго и Техас 11 часов 3 минуты утра, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Ванкувер 9 часов утра, Иерусалимки в 7 вечера, Москва 8 и 9 в Тбилиси. Начинаем наше сегодняшнее ток-шоу и говорим о том, что происходит вокруг нас. Спасибо всем, кто пишет нам комментарии. Я смотрю здесь уже все в сборе. Как обычно, делитесь трансляцией. Давайте делать нашу аудиторию еще больше. Есть возможность помочь финансово. Ссылка на PayPal в комментарии к нашему программе. Денис Кинг, модератор нашего сегодняшнего чата. Приветствую тебя, Денис, в нашей студии и жду от тебя интересных комментариев и интересных вопросов, которые будут заданы нашим гостям, которые сегодня пришли в нашу студию. А в гостях у нас сегодня замечательные люди Юрий Табах и Леон Ван Стайн. Разные города, но оба у океана. Один у Атлантического, другой у Тихого океана. Так что будем сегодня говорить с точки зрения того, что океан новостей нас ожидает и приплывает каждую минуту. Мы видим, какие новости происходят прямо сейчас вокруг нас. Начнем с главной новости, которая прямо сейчас происходит в Аризоне. Идут публичные слушания о фальсификациях масштабных, которые произошли на этих выборах. Рудольф Джулиани сделал доклад. Только что краткое содержание предыдущих серий, о чем он, собственно говоря, и говорил сегодня. Я вам скажу вкратце. Есть свидетели, которые работают в компании Dominion. И они дали показания под присягой о массовых фальсификациях. Dominion является канадской компанией. Мало кто знал о том, что это иностранная компания. Когда обычные люди приходили на выборы и голосовали, они понятия не имели о том, что у нас нет, оказывается, каких-то специальных компаний, которые бы могли посчитать голоса, бюллетени. Вот Америка доверяет выбор президента иностранным государствам. Также он сказал о том, что все компании, включая Smartmatic, это первая попытка государственного переворота в США. Он подчеркнул, что именно это государственный переворот. Сказал о том, что ни одна, никто, ни Джо Байда, ни Нью-Йорк Таймс, ни губернаторы штатов не имеют права не подчиняться Конституции. Конституция – это основной закон Соединенных Штатов, и он не должен быть нарушен. Соответственно, передал право конституционным судьям определять законность выборов, назвав их сразу же незаконным. И упомянула также, что компания Sequoia в процентном соотношении, она руководствуется тем же компанией, которая использовала софт Smartmatic. 20% компании принадлежит Уго Чавесу. И этот же софт использовался в 2007 году в Чикаго при подсчете голосов. Если кратко, то так. А еще он начал свой спич о том, что быть услышанным в Америке – это теперь сложно, но это необходимо. Имея в виду, что все средства массовой информации буквально исключают тех людей, которые говорят о том, что был фрод. Они говорят, что они настолько врут, что их невозможно слышать. И просто исключают их из эфиров и не дают им возможности вообще каким-то образом говорить. В это же время, буквально полчаса назад, закончилась пресс-конференция секретаря штата Джорджия, которая сказала о том, что выборы в Америке, например, в Джорджии, были сверхправдивые, сверхправильные. И безопасность, кибербезопасность была на высоком уровне. И все разговоры о том, что выборы сфальсифицированы – это ерунда, что все выборы и подсчеты голосов правильные, и не стоит слушать никого, кроме него. При этом ручки у него немножечко подраживали, и состояние у него было, ну, мягко скажем, довольно-таки волнительное. Пресс-конференция произошла довольно-таки быстро. Он вот это вот высказал и убежал. Сразу хочу перенестись к нашим гостям сегодня и спросить, ребята, как у вас ощущения по поводу того, что идут слушания общественные? И это единственная возможность сейчас быть, собственно говоря, услышанным, потому что все остальные просто игнорируют это. Как вы считаете, как возможно ли сертифицировать голоса, например, от штатов в то время, когда идут слушания, в то время, как много, так много свидетельств было предоставлено о фальсификации выборов? И люди, которые имеют высочайшую квалификацию, заявляют о том, что вот именно софт, который считал голоса, управлялся из-за границы, и фактически мы имеем то, что мы имеем на данный момент. Ну вот хочу начать, Юра, с тебя. Что ты думаешь по этому поводу, скажи, твое мнение? Мое мнение, я думаю, никому не интересно, потому что у каждого свое мнение, как и одно место, у каждого свое. Поэтому я просто, я опять же, я не юрист, тем более я не конституционный юрист. Я не знаю всех этих деталей, сколько мы не будем спрашивать каких-то экспортов, у каждого будет свое мнение. Одни будут говорить, что все прошло хорошо, другие будут говорить, что все прошло хорошо. У меня есть опыт в кое в чем, опыт в каких-то вещах, в государственной бюрократии, что значит идти против командования. Это такие, да, ты прав, ты во всем прав, там сержант или лейтенант, но все все это понимают, но так вот устроена система, и против системы ты не пойдешь. И да, доминиант, да, там были, она сделана, чтобы фальсифицировать, есть свидетели, которые вам показывают, что она может использоваться для этого. Но вы докажите, что она была использована для этого. Где докажите, что... Смотри, смотри, с 50-летним стажем там выступают в кибербезопасности и говорят, вот, пожалуйста, факты, смотрите. Факты, что может быть использована. Там даже есть подтверждение, и потом они же под присягой дают. Они под присягой говорят, что может быть. Они не говорят, что было использовано. Доказательство, что было, вот столько-то голосов, столько-то того-то, сего-то. Вот были там фальсифицированы столько-то бюллетеней, да. А они говорят, да, было, но это недостаточно, чтобы изменить голосование. А чего их не посадят? Почему они не опровергнут информацию? А почему? А где наша ФБР? Где расследование все? Где наш Госдеп? Где наше министерство прокурора? Где наше министерство юстиции? Я этого... Вот, я опять же, я не специалист в этом. Я не понимаю, как это работает, почему это не работает. Но я, опять же, говорю, у меня есть опыт в этом. А опыт мой говорит, мы себе представить не можем, какие деньги в этом во всем завязаны. Китая, Ирана, которому, кстати, мы помогли. Фирм, которые работают с Китаем. СМИ, которые получают деньги от этих фирм. А фармацевтические фирмы, которых Трамп заставил понизить цены. Военная индустрия, которая теперь из-за Трампа воины прекратились. Ни бомб, ни самолетов, ни ракет ничего не делает, не производит. А паре Обаме же они расцветали. У нас везде не хватало патрон. Патроны надо было, мы закупали в других странах. А нефтяные компании. Вы понимаете, какой конгломерат, какая сила движется против Трампа. Это как против Наполеона. Весь мир собрался против него тогда воевать, потому что все монархи перепугались. Что это он несет? Поэтому бороться против этого очень сложно. Я понимаю, против какого течения Трамп должен вести. И как с этого корабля разбегаются крысы. Спрошу тебя, Юр, вот такой вопрос задам. Мне очень хочется понять. Многие, единственный аргумент с точки зрения демократов о том, что это все ерунда. Они говорят, что все эти показания, они baseless. То есть они ни на чем не основаны. При этом никаких доказательств того, что они ни на чем не основаны, они не приводят. И они просто игнорировали буквально тонны. Это же наоборот должно быть. Они не должны доказывать, что ты не прав. Это ты должен доказать, если ты обвинитель, что у нас есть доказательства, что было сфальсифицировано эти выборы. Мы все понимаем, что они были сфальсифицированы. Я думаю, и судьи понимают все это. Но они говорят, ну где вот доказательства? Мы все понимали, как Алкапон был убийца. И черный рынок управлял Алкапон. И подкупал судей. Все это все понимали. Но доказательств не было. Посадить его нельзя было за это. Посадили за налоги. То, что он налоги не уплатил. За это только Алкапона посадили. Мы все знали, что О.Джей Симпсон убил свою жену. Все это понимали. Все было. Но доказать в суде не смогли. И поэтому в этом есть, конечно, опасность. Поэтому, когда говорят, что я там пессимистически на это смотрю. Я не пессимистический. Я человек военный. Я понимаю, когда у нас позиция неправильная, нехорошая. У них высотка. Они на высотке стоят. И мы эту высотку должны взять. Это против нас действует. Мы должны перегруппироваться. У нас должно что-то произойти. Какая-то сенсация или еще что-то. Пока что я лично, опять же, я не специалист. Этого не вижу. Второе, что я хочу сказать. Они не идиоты. Вот если вы думаете, что демократы идиоты, и что мы их поймали за руку, то они не идиоты. Там очень много умных, богатых, богатейших. Там очень много денег в этом завязано. Они это все продумали. Они не просто так попались. Они прекрасно понимали, что вот с такой аферой они не пройдут. Кто-то заговорит, где-то сегодня на камеру снимется и снялось, что они там заколачивают стекла, что они выгоняют республиканцев. Они все это понимали, что где-то как-то их поймают все равно. Но они также понимали, что время на их стороне. Они также понимали, что бюрократия на их стороне. И они смогут это протянуть. Поэтому Байден не высовывался из своего подвала. Поэтому он никуда не ходил. Они вообще не брали это все в учет. Они работали 4 года, а то может даже, как говорят, из 2012 года, чтобы это провернуть, понимая, что они попадутся. Ну вот смотрите, за Трампом тоже стоят серьезные силы. Да. Где? Я опять же спрашиваю, где ФБР? Где Министерство юстиции? Где прокуроры? Где эти силы? Где государственные силы? Не надо нам за Трампа или за Байдена. Мы за чистоту Америки. Где наши правоохранительные силы, которые должны против Трампа на любую анонимку, на любой там свисток какой-то расследования, импичмент, все 4 года. Сейчас у нас есть доказательства, где расследование по Клинтону, по ее имейлам, которые, если бы я хоть один имейл секретный у себя на работе посадил бы на свой сервер, я бы еще сейчас сидел в тюрьме. А у нее их тысячи. Где это расследование? Где расследование с сыном Байденом, с компьютером, где эти все расследования? Где расследование по стил-досье, которое было сформировано? Оно все сидит в ФБР или где-то, или в Министерстве юстиции, и никто ничего по этому поводу не делал. Поэтому я думаю, что они все это прекрасно просчитывали, они все это прекрасно понимали, что происходит. И там такие деньги играют. Я понимаю, это огромное, конечно. Это мы просто себе даже представить не можем, какие слоны там танцуют. Есть, но у нас есть такой Джулиани, который с этими слонами пытается танцевать. Но тоже я боюсь, что во время этого танца, чтобы его беднягу не раздавили они. С сожалению. Джулиани чувствует себя прекрасно и полон силы, и по крайней мере дает все доказательства и фальсификации. Леон, я вчера буквально видел твой подкаст по поводу доказательной базы, по поводу серверов, которые были захвачены в Германии. Ты можешь поподробнее рассказать все-таки, были ли они захвачены, или это еще пока непроверенная информация, вообще как это двигается? Потому что если серверы в руках Трампа, компании Трампа, это же очень легко доказать вообще все то, что происходило, вмешательство извне, и очень легко доказать фальсификацию выборов в таком случае. Давайте начнем чуть-чуть раньше. Я люблю всегда начинать от печки. 30 лет тому назад был организован то, что мы называем Давос, а именно международный всемирный экономический форум. Организовал его некий немецкий профессор, который до сих пор является его главой. Значит, центр этот был организован для того, чтобы выстроить новую экономическую политику в связи с тем, мировую причем, в связи с тем, что в мире происходит постоянное перенаселение, огромное количество людей умирают от голода, огромное количество войн происходит, одни люди, как они говорили, живут так, что из того, что выкидывается после их ужинов, или обедов, можем накормить целый континент, а другие люди ложатся спать и после умирают от недоедания. То есть, опять очередная идея неравенства, которое надо исправлять. Ну, если неравенство исправляется добровольными пожертвованиями, помощью какой-то и прочее, это прекрасно, но они имели в виду совершенно что-то другое. И вот эта идея начала развиваться, и, как мы знаем, каждый год в Давосе, происходит встреча ежегодная всех глав государств, которые что-либо значат, всех руководителей международных агентств, там, начиная от ООН, там, ЮНЕСКО и тому подобное, и так называемых олигархов со всего мира, или, по крайней мере, олигархов из тех стран, которые мы сегодня называем, так сказать, миром западным. Как результат, вышло десятка два книг, значит, вот этот самый международный, так сказать, форум экономический вступил в партнерство с ООН, ООН, так сказать, по их книгам, по их выступлениям и прочее, под их руководством сделала так называемую программу 2030. Сейчас они, значит, говорят, что это будет 2035. Я сейчас объясню, значит, что это за программа и почему. Я извиняюсь, что я так далеко, но это имеет абсолютно непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас у нас в Соединенных Штатах Америки. Еще раз напоминаю, что это все главы западных государств, включая Англию, Францию, Англию тоже, кстати, Джонсон там активно очень участвует, Канаду, так сказать, здесь, да, так сказать, Германию, там и тому подобное. Я не знаю насчет России, просто не знаю. Это программа интересная, которую они хотят проделать. Они называли себя глобалисты. Глобалисты – это просто продолжение марксистов, которые вот сейчас так себя называют. Они раньше называли социалисты, потом называли себя маоисты, троцкисты, там, так сказать, каутисты, не знаю там кто угодно, ленинисты. А сейчас они называют себя глобалисты, потому что идеи у них следующие. Установить во всем мире единое правительство. И тогда не будет стран, у которых будут армии, и поэтому никто ни с кем воевать не будет. А перераспределять, учить с одной стороны, а с другой стороны перераспределять блага, потому что у одних слишком много, а других не хватает насильным образом. И их идея следующая. Все беды современного общества заключаются в том, что мы все время пытаемся добиться владения имуществом. Чем дальше, тем больше. И поэтому деньги и имущество являются самыми большими проблемами, из-за этого люди страдают, поэтому их надо у людей отнять. Я это не придумываю. Это только что декларировал Трюдо, об этом говорили люди Байдена, об этом все время говорит и Джонсон, и там, Build Back Better, это не Байден выдумал, это выдумали как раз вот в Давосе, и там сейчас по всему миру идет, все главы государств повторяют Build Back Better. Трюдо две недели уже тому назад сказал, что наконец-то Америка присоединится к уже работающему альянсу, как он сказал, Европы, Канады, там назвал еще какие-то страны, и теперь все будет происходить прекрасно, нормально, и мы будем все двигаться к счастливому будущему. Счастливое будущее они себя представляют таким образом. Мир делится на две части, 99%, 95% я не считал, и 5%, 95% это мы с вами, у которых не будет больше своего имущества вообще, и не будет больше денег, они предлагали с 30-го года, но сейчас из-за того, что Трамп приостановил это движение на 4-5 лет, то они уже говорят, что это в 35-м году. В 35-м году мир перестанет нам перестанет принадлежать имущество, я не хочу долго останавливаться на том, как они собираются его отнимать, потому что это на целый час. Очень забавно, интересно, включая оружие, они все собираются отнять. а мы будем только... В первую очередь они собираются отнять оружие, это первое, что они собираются отнять. Да, 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 там, так сказать, есть целый ряд шагов, которые они собираются предпринимать, и которые, так сказать, уже, так сказать, очень хорошо известны, они некоторые секунды скрывают это, мы просто не читаем. Это ничего нового они не придумали, это было проделанным... Отняв оружие, отняв практически всю собственность, они не передают собственность государству, то есть они понимают, что Советский Союз не получится. Но им безумно нравятся идеи, значит, фюрера, Дучи, Дучи, значит, Муссолини, который частично сейчас в Китае, значит, происходит, а именно слияние бюрократии с олигархами, организации некого верхнего слоя, который теперь никто менять не будет, потому что бюрократы боятся того, что их выгодят, политики боятся того, что их переизберут, а богачи боятся, что придет какой-то новый волк, который, так сказать, разрушит их богатство и наступит им, так сказать, и станут конкурентами и их вытеснят сын. Вот чтобы этого никогда не было, будет создаваться, так сказать, слой тех людей, которые будут называться слугами народа, и они будут владеть всем, и они будут нам, у нас заберут вот эту вот противную обязанность владеть имуществом и деньгами. Вот как в Китае пересылают, в Китае сейчас эксперимент идет, значит, в части Китая нет больше денег, им просто пересылают электронные денежки куда-то там, на какую-то карточку, но держат все под пятой, да, значит, медицина бесплатная, бесплатное обучение, бесплатное то, бесплатное жилье, бесплатное это, деньги только там на еду и на какие-то там размечения. А за похороны платить надо будет или нет? Нет, нужно платить за похороны, потому что больше никого не будут сжигать и развеивать. Это я шучу. То есть, я не шучу, я предполагаю. Я думаю, что зачем же землю тратить? Я заканчиваю сейчас, через секунду. Значит, идея создания такого, так сказать, коммунистического, ну, так утопичного коммунистического общества, это не идея уже больше, которая витает, а идея, которая есть четкий план. И вот мы, господа, значит, в 20-м году, еще одно маленькое оступление, 30 секунд, и я закончу. В 20-м году Сорос, который, так сказать, один из, я думаю, главарей всей этой истории, прочел лекцию в NYU, в университете, который я очень внимательно прослушал. Он неплохо очень говорит, так сказать, так очень основательно, если считать, что знать, что у него много миллиардов долларов, то ты очень серьезно это служишь. Но меня поразила там одна фраза, то есть просто поразила, даже если я ее записал, но прослушал еще один раз, фраза была такая. А на пути к мировому, к мировой справедливости и счастья всего человечества стоит только одно препятствие, и оно называется Соединенные Штаты Америки. Ну, все шло хорошо, так сказать, ну, там, не важно было, кто выиграет, Обамы или Клинтонша в свое время, выиграл Обама, они все, так сказать, были в одно дуду, после Обамы, значит, должна была быть Клинтонша, пресса американская уговорила всех, что она 100% там, то есть 150%, Трамп никогда не станет президентом, поэтому никаких средств, которые сейчас применялись, не было применено, и бум, выиграл Трамп, что привело и всех глобалистов в состояние абсолютного шока, тем более, что он сразу же определился, он сказал, Америка first, то есть я, господа, именно с вами и воюю, поехал в Давос и прочел им лекцию о том, что, ребята, ничего у вас не получится, вы строите социализм, во всемирный, а мы вам этого сделать не дадим, значит, с этого момента они поняли, что он всерьез собирается делать то, что обещал, потому что нормально люди обычно не делают то, что обещают, 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 а потом делают, что ли, что-то сказать, что называется, чтобы своровать побольше, а этот собирался, в общем, за 4-5 лет он их остановил, а сейчас идет нормальное наступление обратно всех сил, которые Юра хорошо перечислил, это бюрократия практически 100%, это военно-промышленный комплекс, так называемый, это и военный, и промышленник, и военно, надо воевать, чтобы звездочкой зарабатывать, а промышленность, надо выпускать патроны, обязательно, чтобы тот стрелял, чтобы нам нужны были новые патроны, потому что, когда никто не стреляет, и действительно, не как Обама, а как Трамп, сокращают войска за границей, значит, надо меньше производить, очень плохо, плюс к этому профсоюз учителей, плюс к этому вся пресса, плюс к этому практически все политики, включая и часть республиканских, как мы уже понимаем сейчас, да, с самого начала понимали, вот, и все это, значит, плюс Китай, ненавидящий Трампа, плюс Иран, ненавидящий Трампа, плюс Россия, ненавидящая Трампа, нам все время рассказывали, что Россия за Трампа, то есть есть мировая коалиция со всеми серьезными игроками внутри страны, которые ополчились против Трампа и спидвидят любым образом убрать его с глаз долой, более того, они потом будут пытаться его посадить, потому что он на них имеет опасность, даже когда он просто бегает по земле, но он может стать лидером большого движения, безусловно, даже если не будет баллотироваться в 2024 году, и обязуется неоткуда оттуда вся его семья, нахрен, потому что уже разговоры идут, потому что если не Трамп, то его младший сын. То есть мы за ним спрашиваем. Ой, неужели будет, как при царской России, то есть как бы могут вообще всех расстрелить? Надо всех уничтожить и даже легенду уничтожить о том, что надо не убить их, а посадить, чтобы всем одни и дневно знать и видеть, что они сидят. Господа, это то, что у нас сейчас происходит, точка, а все остальное это просто вариации игры. Спасибо большое, я бы хотел, Денис, чтобы ты посмотрел какие-то интересные комментарии по этому топику задал вопросы, гостям, если есть, и если идем тогда к следующему топику. У меня два момента. Первый, Оксана Карни пишет, что уже в принципе все было понятно, к чему оно все идет, и давным-давно, много месяцев назад, но почему же никто не подготовился к этому перевороту? Думаете, они не знали про дальнейшие суды и иски, и все равно пошли на такой циничный захват власти? Кобальт85чиннел говорит, что если доказать вмешательство других стран, тогда выборы будут нелегитимны, и выбранный президент тоже, даже если не удастся доказать, бросить сублютений. А вот если удастся доказать, я думаю, это к Юре больше вопроса, Владимир Чурбанов пишет, возможен ли сценарий использования военного трибунала для тех, кто вмешивался в выборы, согласно указу 2018 года о невмешательстве. И Светлана Энгстер тоже пишет, разве же недостаточно свидетелей фальсификации? Опять же, что значит свидетели есть? Свидетели эти тоже должны доказать, что была фальсификация, они должны что-то показать. И суд для этого должны принять, суды же не принимают. Это целые процедуры, ну правильно, это целые процедуры происходят, опять же, этот вопрос, это даже не к юристу, а к конституционным юристам и адвокатам. Насколько я понимаю, чтобы был трибунал, должно быть военное положение. Военное положение я не думаю, что кто-то введет в Соединенных Штатах. Опять же, я не хочу звучать как пессимист какой-то, но я больше хочу быть реалистом. Меня очень раздражают вот эти все, что у нас называется, чирлигер, все, все, мы выиграли, все, мы победим, все, это уже все, есть то, есть все. Пока что я вот, честно сказать, ничего не вижу, что у нас есть, кроме того, чтобы идет борьба. и даже если, не дай бог, Камала Харрис, я даже Байдена не беру в учет, Камала Харрис становится президентом Соединенных Штатов Америки, эта борьба, как сказал Леон, они захотят все равно избавиться от Трампа, потому что он все-таки вокруг себя создал движение, огромное движение, ну, минимум 70 миллионов человек. В Америке эти люди не те, которые сидят на пособиях, это не те люди, которые чиновники, это работающие мелкие бизнесмены, работяги, люди, которые платят налоги. Это довольно-таки активная, активная часть общества. И, конечно, будет, надо продолжать, будет создавать опасность для них, все равно держать их под контролем и что-то делать. С другой стороны, я знаю, что сейчас звучат такие голоса, говорят, ну и что, давай наоборот, пусть придет, значит, Байден с Камала Харрис, тогда народ в Америке уже почувствует разницу между как они жили при Трампе и как они живут при них, вот при этих социалистах налоги повысятся. Другое, опять войны начнутся, то-се, третье десятое. И тогда уже в 24-м году мы точно их победим и все. Но это так же, как рассуждали, вы знаете, что у меня близкий друг, с которым я учился и служил, у него дедушка был начальником штаба у Врангеля. Так вот, у них тоже такое было, давайте мы отойдем, мы сейчас идем в Китай, мы сейчас идем в Латвию, в Литву, там уйдем в Турцию и подождем, через 6-7, ну максимум 8 месяцев народ почувствует, что такое большевики, и они уже, мы вернемся, они нас с просторными руками уже примут, и большевиков сметут с лица земли. Тоже у них был такой план, не сработал, большевики остались, причем до сих пор, видимо, они существуют, и вот сегодня такой Врангель, Наполеон, это Трамп, который создает огромную опасность для них, для вот этих глобалистов, для этого чуче, которое нам пытаются все-таки продать в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, бороться с ними очень тяжело. Почему бороться очень тяжело? Потому что мы, я, Леон, ты, мы законопослушные люди, мы можем бороться только по закону, пока есть закон, пока действуют суды, пока действуют не только законы, но и правосудие, законы правосудия, это две разные вещи, в принципе, пока мы считаем, что есть правосудие у нас в стране, мы действуем по закону, мы действуем в рамках закона, а они нет, они не действуют в рамках закона, поэтому они считают, что они занимают вот эту вот морально высокую платформу, вот так, кстати, очень многие журналисты и многие СМИ, они это правда считают, я даже в Украине вот их вижу очень много, они денег, они считают, что они морально и выше стоят на этом педестале морали, и поэтому у них есть право ближе к солнцу, расстреливать, да, расстреливать без суда и следствия, потому что они же за равенство, они же за справедливость, а ты, получается, нет, поэтому тебя можно замочить сразу, и вот эта психология у этих людей очень хорошо развита, и они так делают, ну, вот даже, ну, Леон и я, на каких каналах ты нас видишь, на каких-то центральных каналах русскоязычных, нет, потому что эти все леваки, которые начинают, они говорят, что они не будут опускаться до нашего уровня спорить с трампистами, потому что с трампистами спорить бесполезно, им ничего нельзя доказать. Тут очень хороший момент, Юр, шагнуть дальше, я позволю себе развить тему, у нас, все-таки, вот, если ты говоришь об этом, есть Фейсбук и есть Марк Цукенберг, который все-таки даст показания в суде, процесс начался против групп, получавших сотни миллионов долларов от генерального директора Фейсбук Марка Цукерберга и обвиняют его в содействии в нарушении Конституции и ключевых штатах, где идет борьба за пост президента США. Речь идет о том, что он финансировал более чем две с половиной тысячи избирательных офисов по всей стране для проведения выборов и фальсификации в условиях пандемии COVID-19. Деньги были использованы для оплаты труда работников избирательных участков, установки ящиков для голосования, приобретения оборудования, всего прочего, согласно искам, поданным в этом месяце, чиновники округа Фултон, штат Джорджия и пяти городам Висконсина было выдано более 6 миллионов долларов. В исках утверждается, что средства были отправлены для содействия нарушениям штата, законам штата. Деньги были отправлены по соглашению, с которым муниципалитеты проводили выборы в нарушении законов. Они не имели права брать вообще деньги от частных лиц, от частных компаний на это. В исках утверждается, что получение финансирования частной группы, такой как центр, запрещено законом штата и также федеральным законом. Представители избирательных комиссий на прошлой неделе в пятницу в Висконсине заявили, что подача документов, которые сейчас делает Джулиани, беспочвенно и отсутствуют совершенно юридические аргументы. Однако, опять же, вот этот момент, который мы говорим об этом, что иски не принимаются, а вот здесь приняли, он будет все-таки выступать. Несмотря на то, что все обвинения беспочвены, конечно же, и не имеют ничего. Цукинберг, его жена Присцила, Чан, выделили в общей сложности 400 миллионов долларов Центр технологий гражданской жизни для некоммерческих организаций, чтобы помочь фальсификациям в проведении выборов по заявлению истцов. Вот такие вот новости приходят, то есть, тем не менее, как бы, мы все равно понимаем, что... И еще вот важная деталь, согласно с оглашением от 21 августа между Центром и городом Филадельфия, Центр согласился заплатить 10 миллионов долларов, чтобы помочь городу провести всеобщие выборы в условиях пандемии COVID-19. Сделка включает пункт, который позволял Центру прекращать или удерживать часть, или требовать возврата всех или части любых неизрасходованных средств гранта, если вдруг Фейсбук сочтет, что их заказ был выполнен некачественно. Вот, что по этому поводу думаете вы? Давайте разовьем эту тему, очень интересно. Смотрите, с одной стороны частный капитал в нарушении федерального закона, с другой стороны опять очередное закрытие, помним, да, вот этих обезьянок, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. куда мы двигаемся в этом направлении и какие ваши мысли по поводу Фейсбука. Леон, хочу, чтобы ты начал сейчас, скажи, у тебя там тоже свои отношения с Фейсбуком, но правда в другом направлении, не они тебе платили, а ты с ними боролся. Кто победил, интересно. Давайте начнем вот со следующего. Цукерберг ничего не нарушил, то есть мы можем догадываться, быть уверены и прочее в том, зачем он это делал и что говорилось людям, так сказать, когда с ними происходили разговоры, да, или даже не сам он, а кто-то, но я вас уверяю, что при передаче любых денег у него там было 200 страниц заранее заготовленного договора, который все эти люди подписывали, где, конечно, было написано, что они обязаны сами, перед тем, как они подают заявки даже на деньги от Цукерберга, они обязаны сами проверить, все выяснить, выяснить, что ничего не местный и закон не решается и прочее, и это не обязанность будет Цукерберга там лично, либо их фонда и прочее, прочее. То есть они как бы говорят, мы вам дали деньги на хорошее дело, а если вы их использовали на то, чтобы убить кого-то или что-то сделать, это не наше дело. Более того, мы даже включили пункт о том, что если вы что-то сделаете не так, как мы договаривались, то мы имеем право потребовать эти деньги обратно. Но никаких денег, конечно, обратно они не требовали, не требуют и требовать не будут. То есть если только на них дело до суда и у них на счет гореть где-то в одном месте, тогда они скажут, а, они оказывается нарушили, они оказывается сделали точно то, что мы им сказали, но не то, что мы написали, поэтому мы сейчас деньги отнимем. Это первое. Второе. Мы прекрасно знали и знаем, что огромные деньги вливаются Обамой еще наше с вами деньги, Ланда Цукерберга, по крайней мере, там деньги заработанные, а тут наши с вами деньги миллиардами, чуть ли там, не десятками миллиардов вливались во время Обамы в организации, которые должны были расширять базу голосующих и почему-то 10 миллионов долларов вдруг. Или на помощь там старушкам или там каким-то ищем и прочее, понимать, что написано в Конституции. Бум, там, 28 миллионов долларов. То есть огромное количество из того стимулы спеккеджа, который при Обаме начал распределяться и на чем, так сказать, Обама сделал себя потом в финале 78 миллионов долларов, кажется, которые ему дали в качестве двух оманцев за книжки ему и Мишель. Это вот, так сказать, то, что он раздавал. Сейчас новая книжка вышла, новые финансы пойдут. Ну да, конечно. Значит, он уже понял, что, так сказать, это прекрасно. Я помню там в свое время, значит, Собчак получил за книжку миллион. Значит, на самом деле, если я правильно помню ситуацию, то он просто передал некой немецкой фирме дом по центру Невского проспекта в Петербурге тоже за миллион, а дом стоил 5 миллионов. Ну вот они заплатили миллионность городу и миллион ему за книжку и за 2 миллиона купили то, что стоило 5. Ну раз Обаме платят там 78 миллионов и там 76. Он побольше раздал, чем Собчак, я так себе представляю. И вот, значит... Ну а может быть, то, что он в выборах участвовал ли он, может быть, за это такая плата была за выборы, потому что она как раз-таки... Это он за прошлую деятельность. Это он за прошлую деятельность. Это уж расчет идет за то, что он что-то кому-то делал. Ну, господа, не может быть, что в качестве аванса Мишель Абаме заплатили 38 миллионов долларов. Ну, смотрите, аванс за книжку, 38 миллионов долларов. Ну, смешно. Ну, мы можем опять подозревать, но кто-то же там заплатил Саймону Шустеру, или кто-то Саймону Шустеру дал 30, 40 миллионов, сказал, заплатили 38. Мишель Абаме за это, да. Да. Ну, вернувшись, так сказать, к нашим этим самым, как его называются, собакам, или там баранам, или кто-то еще. А кое-что за последние, скажем, 4-5 дней в доказательствах того, что происходило. Мы действительно, я согласен с Юрем, все понимают, все знают, кто-то хочет это видеть, кто-то не хочет, но все понимают, что были обманные выборы, что там обманывали, да. То есть, мы не знаем, насколько, мы не знаем, как, но все понимают, что они были обманные. Потому что, что происходило, и, так сказать, статистически там очень многого не могло произойти того, что произошло. Я об этом... Ну, например, Байден не мог победить Обаму в некоторых штатах, переплюнуть, например, по голосам. Ну, вот просто не мог. Да, ну, просто не мог, это не доказательство. Во всех митрополисах, кроме пяти, Байден получил меньше голосов, чем Обама. А только в пяти митрополисах, причем в конкретных, в которых решалась судьба пяти штатов, которые и назывались штаты, так сказать, батлграунд, в которых произвела битва, именно в них в пяти произошли фантастические вещи. Во-первых, во всех пяти этих местах в 2 часа 34 минуты утра остановился почему-то подсчет. Это абсолютно беспрецедентная история, не бывало никогда в истории Соединенных Штатов Америки. И это не в одном штате, а это в пяти, причем в пяти конкретных местах, где решалась судьба выборов Соединенных Штатов Америки. На этот момент во всех этих пяти местах побеждал с большим отрывом, побеждал Трамп. Оно остановилось, значит, приблизительно полтора-два часа почему-то не продолжалось. В одном месте нам сказали, что идет профилактика компьютеров. Профилактика компьютеров посредине подсчета президентских выборов. Вы что, сумасшли, что ли? Во втором, что прорвало трубу. До сих пор они не могут объяснить, где эту трубу прорвало, и показать, где эта вода, которая текла. Значит, в третьем что-то еще, в четвертом что-то еще. В пяти местах остановился подсчет. И дальше через полтора-два часа стали происходить чудеса. В одном месте за два часа и сорок две минуты, как было вырублен подсчет, тем не менее, они говорили, что они засовывали голоса. У них, по-моему, если не ошибаюсь, стояло пять сканеров. То есть, они в эти пять сканеров засовывали голоса, и вот за два часа сорок две минуты они посчитали 400 тысяч голосов, сто процентов за Байдена. Но по всем, так сказать, по всем данным техническим, ни 400, ни 100 тысяч эти пять сканеров за это время пропустить не могут. То есть, там, где сказано, что 400 тысяч голосов за два часа сорок две минуты прошло через пять сканеров, то есть, пожалуйста, это уже доказательство. То есть, это то, что теперь наш обвинитель будет говорить. Господа, покажите, пожалуйста, нам, вот стоят пять сканеров ваших, вот вам 400 тысяч бумаг. Значит, пожалуйста, пропустите эти 400 тысяч бумаг за эти два часа сорок две минуты через эти пять сканеров. Это первое. Это уже какая-то конкретная вещь, от которой Верховный суд не сможет отвертеться, если до него дело дойдет. Второе. В другом месте за одну минуту количество голосов Байдена увеличилось на 112 тысяч с копейками. Я не помню копеек. Значит, 112 тысяч за одну минуту. И поэтому, если вы построите кривую развития, кто за что, то получится, значит, одна кривая идет Байден, вторая кривая повыше идет Трамп. И вдруг в одну минуту 112 тысяч голосов дали вот такой рост Байдену. Ноль голосов идет Трампу. И Байден перегоняет на 12-15 тысяч Трампа. И таким образом дело происходит дальше. То есть есть вот такие вещи, которые я совершенно фантастически, математически показываю, что это невозможно просто потому, что это невозможно. Очень похоже на то, как 5 миллионов голосов во время, так сказать, когда Берни Сандерс и Хилари Кринстон за демократическую партию боролись. 5 миллионов голосов вдруг в один момент перешло из компьютерной колонки Берни Сандерса, перешло вдруг в компьютерную колонку Хилари Кринстона. Как это произошло, не знаю, но Берни Сандерс не стал с этим сражаться, так сказать, я не знаю там почему. Какие-то были свои соображения, может, пообещали чего-то. Ну вот сейчас он архитектор политики Соединенных Штатов Америки, так сказать, Байденовской администрации. И вот, значит, довольно много уже пошли всяких доказательств, которых очень сложно сейчас опровергнуть. Вот два генерала, крутые ребята, что называется, да, Флинн и генерал, ой, выскочило просто из головы сейчас, он был третьим человеком в авиации, и он был, по-моему, заместителем командующего европейской, американской группы войск в Европе, то есть так называемой европейской группой войск. А просто выскочило его имя из головы, я о нем уже рассказывал. Вот, значит, вчера оба они выступали, давали интервью, и на этом интервью они сообщили, что был налет на, так сказать, центр ЦРУ, что он был, совершался военной разведкой, а как раз европейской группы войск, что он, так сказать, при этом были потери, и, так сказать, убито шесть человек, что, так сказать, остальные арестованы, что там, что какие-то документы взяты. То есть вы себе представляете, что одно подразделение американских войск под названием военная разведка нападает на другое подразделение американских войск под названием ЦРУ и стреляет друг в друга. То есть это кошмар, который просто представить себе невозможно. Но почему, почему-то ЦРУ не защищало, не поставило солдат из Германии, это было во Франкфурт, и все. Оно почему-то, по утверждению этих генералов, перебросило группу из Афганистана, своих парамилитарей, которых расставило вокруг этих серверов, их защищать. То есть какая-то полная фантастика у нас происходит, то есть внутри нашей страны. Но в этом фантастике нет, потому что есть разные группы ЦРУ, есть боевые группы ЦРУ, которые в Германии не находятся, они находятся как раз там, где происходят боевые действия, поэтому они бы не находились в Германии, это как раз понятно. Чем не бросили в Германию, да, вперед, Юра, конечно. Можно я тебя спрошу, а ты видел, как эти два генерала дают эти показания? Я слушал интервью по радио. Понимаешь, это вот в этом проблема. Ты слышал голоса, и тебе кто-то сказал, что это два генерала. Мы их не видели. Ну даже если бы мы их видели, можно речь наложить сейчас с сегодняшним... А ты думаешь, что они были сфальсифицированы? Я ничего не думаю. Я просто говорю, как много сейчас идет фейков и всего. Помните, вот эти, что водяные знаки в Китае, напечатали бюллетени. Все, где эта вся информация? Все этому обрадовались. То же самое мы с этими двумя генералами. Откуда Флын мог это знать? Флына только что выпустили. И для меня лично, как для человека военного, звучит это как фейк. Потому что мы не видим никакого афидевида от этих двух высокопоставленных генералов. Мы видим только, что какая-то запись, и показывают их портрет, и говорят, что это они говорят. Это не доказательство, опять же, это не то, чем мы можем пользоваться. Я скажу такую вещь. Опять же, я говорю, как человек, который имеет какое-то понятие, какой-то опыт в этом. Есть такая манера уничтожать человеческое достоинство, разрушать человека. Этим пользовался НКВД, КГБ, СС, Гестапо в таких странах. Тебя кидают в тюрьму ни за что, тебя пытают, тебя мучают, потом приходят через там. А информации от тебя никакой не получили. А информацию же надо добиться от тебя какой-то. Поэтому они решают тебя уже доломать. Каким образом? Они понимают, что твоя жизнь обесценилась, она уже ничего не стоит, ты уже готов умереть, даже хочешь умереть. Они приходят и говорят, извините, извините ради бога, произошла ошибка. Вы свободны, сейчас вот примите душ, оденетесь вот чистое белье, покушайте. Вас жена, дети ждут уже вот за этой дверью. Все, извините ради бога. Ну, произошла, и ты думаешь, елки, слава тебе, господи. Душ принимаешь, одеваешь чистую одежду, все, тебе дают твою одежду, своими запахами. И совсем сейчас вот ты выходишь за дверь и обнимаешь любимого человека и своих детей, и все, и как страшный сон, все это забыл. Потом с тебя все это сдирают и закидывают обратно в камеру, и все начинается по новой. И вот это они часто делают, когда они закидывают вот эти вот бюллетени, сейчас все, мы разберемся, все, не волнуйтесь, Трамп выиграл. Вот с этими водяными знаками, теперь сейчас эти два генерала, все, уже был захват, уже была перестрелка с ЦРУ, ну, это фантастика какая-то. Потом, извините, но мы не могли скрыть, президент не мог скрыть, что он один маленький минет получил в овальном офисе, и это сразу всплыло. А вы хотите, чтобы перестрелка между ЦРУ и Министерством обороны с нашими, Кракен, кстати, никогда не слышал, не знаю, что такое Кракен. Была перестрелка, для меня это чересчур театрально, все, я думаю, что опять людям это дает какую-то надежду, ну, все, фу, слава богу, мы не в банановой республике, Трамп молодец, он предсказал, он приведел. А потом с нас скинули одежду и забросили обратно. Я думаю, что Трамп был, Трамп наоборот, я считаю, что он какой-то где-то наивный человек, он правда решил в какой-то момент, что он спасет мир, спасет страну, и пошел против мира, пошел против этого Кракена. Они любой ценой, они 4 года к этому подготавливались, а то и больше, и они говорили открыто, любой ценой мы должны от него избавиться, любой ценой. И вот эта цена наша страна и весь мир, может быть, это цену, которую мы должны будем заплатить. Насчет книги, да, книги, это очень часто, это как деньги можно отмыть и сделать из них легальные деньги, ты написал книжку и тебе заплатили. И еще добавлю, то, что сказал Леон, это абсолютная все правда, все вот эти непонятки, конечно, мы видим, мы же не идиоты, мы понимаем, что фальсификация произошла. Не только, потому что исторически, если ты не выиграл Ахайо, президент, один раз был случай, или два раза был случай, тут Трамп выигрывает Ахайо, никогда такого, по-моему, тоже один раз что-то было какое-то, что в истории, что президент, который сидит в офисе, набирает больше голосов и проигрывает выборы. А Трамп набрал на 10 миллионов больше голосов, чем в 16-м году и проигрывает. Обама на 2 миллиона набрал меньше второй раз, когда он второй раз выходил, а он был популярный президент, Клинтон набрал намного меньше, а Трамп набирает на 10 миллионов больше и проигрывает. Тоже это исторически не получается. Потом еще, Леон, ты говорил, я просто, ну это, как твой помощник сегодня выступаю. Ты решил ему сразу все вернуть. Ты еще говорил в своей передаче, которую я внимательно слушал, и это правда, насколько я понимаю, да, вот здесь есть доказательства в этом, потому что это глупо говорить, что в Пенсильвании было отправлено по почте 1 миллион 700, я точные цифры не помню, что ты говорил, ну примерно. 1 миллион 700, ну да, 1 миллион 700 голосов, получили обратно 2 миллиона 300, а посчитали 2 миллиона 500. Ну какие-то цифры такие, ты поправь меня на цифры, ну то, что я говорю, что ну не схода вообще никакого нету. Миллион вы отправили, 1 миллион 400 получили обратно, а тут 2 миллиона. В общем, какое-то сумасшествие, которое никак не сходится. Алло, вы меня слышите? Я тебя слышу. Раз, раз. Так, у нас пропал звук, пока пропал звук, я бы хотел рассказать о том, что на сегодняшний день по судам рассмотрено 33 дела по жалобам избирательной кампании Трампа. Это массовые нарушения в ходе выборов 2020-го, и все были выброшены в корзину, ввиду того, что судьи не увидели там отсутствие признаков массовых нарушений, несмотря на тонны доказательств. До чего были инициированы эти 33 дела, кто за исключением адвокатов излег какую-то в пользу, неизвестно. Ради комичной новости пришли также из Висконсина на прошлой неделе, где компания Трампа заплатила 3 миллиона долларов за пересчет голосов, и вот их пересчитали. И действительно нашлась не утечка, но 87 бюллетеней в пользу Байдена. Ну, многие блогеры пишут, что скоро-скоро закрепят шкивы и тросы, большая страна начнет разворот к Венесуэле. Но, тем не менее, президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что, возможно, будет сложно добиться рассмотрения его обвинений в фальсификации выборов в Верховном суде, выразив сомнения в его правовой стратегии, поскольку его надежда на отмену выборов в этом отношении как бы ослабевает. Он дал телефонное интервью Fox News, я предлагаю его сейчас послушать. Что ж, проблема в том, что трудно попасть в Верховный суд. У меня есть лучшие адвокаты Верховного суда, юристы, которые хотят оспорить результаты выборов. Если дело дойдет до этого, они сказали, что это очень трудно предоставить дело там в такие сжатые сроки. Представляете, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подает дело, и я, вероятно, не могу начать процесс, даже имея огромные доказательства. У нас есть сотни и сотни письменных показаний под присягой, но все равно очень сложно передать дело в Верховный суд. Что же, я собираюсь потратить 125% своей энергии. Нам нужен справедливый суд, который может рассмотреть это дело. Верховный суд должен принять действительно важное решение на основе собранного материала. Мы не изменим нашего решения. Другими словами, мое мнение не изменится даже через шесть месяцев. Дональд Трамп говорит уже о том, что существует шесть месяцев, каких-то шесть месяцев, о том, что он не изменит свое мнение в течение этого периода, планирует ли он в течение шести месяцев подать. Этот иск, у нас есть сюжет о том, что происходит в судах сейчас, давайте посмотрим. Избирательный штаб Дональда Трампа продолжает подавать судебные иски в ключевых штатах, пытаясь остановить сертификацию результатов, добиваясь проверки высланных по почте бюллетеней и расследования других предполагаемых фальсификаций. Суд в Пенсильвании в настоящее время рассматривает судебный иск со стороны избирательного штаба Трампа. В нём говорится, что постановление, которое приняли чиновники штата перед выборами, нарушает Конституцию США. Согласно нему, бюллетени, высланные по почте, разрешалось принимать ещё три дня после голосования. В Висконсине частная юридическая фирма, которая защищает интересы граждан, подала иск в Верховный суд штата. В нём говорится, что есть свидетельства о 144 тысячах потенциально фальшивых бюллетенях. По мнению заявителей, этого более чем достаточно, чтобы поставить под сомнение результаты голосования в этом штате. Байден лидирует в Висконсине с отрывом от Трампа всего примерно в 20 тысяч голосов. В штате Невада также подано несколько судебных исков, которые поднимаются вверх по судебным инстанциям. Однако, несмотря на это, Верховный суд штата ещё до окончания разбирательств решил сертифицировать результаты выборов в Неваде. Он утвердил победу Джо Байдена, который оторвался от Трампа на 33 тысячи голосов. При этом в судебных исках, поданных в штате, говорится о масштабных фальсификациях. Согласно одному из свидетельств, около 15 тысяч человек, проголосовавших в Неваде, также отдали свои голоса в других штатах. В Джорджии продолжается второй пересчёт голосов по запросу избирательного штаба Трампа. При этом, согласно организации, которая анализирует данные по голосованию в штате, тысячи человек отдали свои голоса, используя адреса почтовых служб и коммерческих организаций. Согласно закону штата, в бюллетене должен быть указан фактический адрес проживания человека. Закон также гласит, что любой, кто сознательно предоставляет недостоверную информацию, будет привлечён к суду. Максимальное наказание за такое преступление – до 10 лет тюрьмы или штраф до 100 тысяч долларов. Я надеюсь, все слышат, всё нормально, да, хорошая связь. Ну вот, смотрите, масштабные фальсификации, масштабные факты, которые обязаны быть приняты к рассмотрению. И тем не менее, даже Дональд Трамп сказал, посмотрите, даже президент США не может быстро подать это всё в суд. То есть, что происходит сейчас, и как мы спокойно на это всё тоже смотрим и говорим о том, что ну хорошо, ну ладно, фальсификация, ещё чего-то. Дай бог с ними, ну а как это всё докажешь, как это всё сделаешь? Многие пишут, время на раскачку нет. Вот что делать вообще в такой истории? Мы же не можем просто закрыть глаза, проглотить это всё и принять то, что нам пытаются подсунуть. К сожалению, да, я как и сказал в начале программы, они это просчитали, это не случайности, ничего, ни в какие здесь случайности я не верю. Они просчитали, они просчитали, что времени не хватит. Может быть, когда писал наши отцы-основатели это делали, когда писалась Конституция, они реально продумали все эти варианты. Но тогда они не знали, что будут такие технологии, как сегодня, они не знали, что будут машины Dominion. Это всё делалось вручную. И поэтому времени здесь не хватает. Время работает против нас. Что делать? Кто в этом виноват? Мы сами в этом виноваты, наверное. Наивно не участвовали в этом. Думали, что Трамп гениален. Думали, что Трамп всё просчитал, всё продумал наперёд. Ко всему готов. И вот это тоже много идёт фейков. Это он всё специально делает. Это такая ловушка для них. Я не знаю, я хожу на протесты по субботам. Машу слагу. Ну вот, да. То есть как гражданин Соединённых Штатов Америки. Как или он выступает, что-то делает, послал там свои два доллара на это. Каждый делает, что он может. Мы обсуждаем это здесь. Нас люди слушают. Выходят. Я призываю, выходите на протесты, говорите. Пока у вас есть возможность ещё это делать. Выходить на улицы и что-то вякать. Пишите письма своим конгрессменам, сенаторам. Не мне с Леоном пишите, что мы там делаем по этому поводу. И как мы собираемся с этим бороться. Сами включайтесь, насколько вы можете. Пошлите деньги у Трампа. Не, ну погоди. Вы с Леоном, это уже определённый как бы глаз народа. То есть люди вас слушают. И они вас всегда слушали. И, соответственно, они ждут теперь... Самое обидное, что это они и те же люди слушают, что меня, что Леона. Они слушают это два раза. Но это не так много людей. Ну, сто тысяч. Ну, ещё там. Ещё десять тысяч. Ещё двадцать тысяч. Это же не... Это не народ. Это лучшие граждане города, как говорили в кино. Леон, что ты скажешь по этому поводу? Какие у тебя мысли? Ну, на самом деле, вот я, так сказать, слушаю, что называется, нас с Юрой. И у меня такое ощущение, что возникает такая очень пессимистическая картина происходящего. Да, у зрителей тоже такое ощущение возникает. Потому что вот Трамп, как бы, на Фоксе сказал, что это очень сложный процесс. Ну, мы знали... Это сложный процесс. Это сложный процесс. Поэтому, значит, одна из целей, которые объявил в своё время Джулиани, там, буквально на завтра после того, как произошло то, что произошло вот ночью, да, это, так сказать, обман основной поехал. Он сказал, что обязательно надо начать доносить всё это на суд общественного мнения выносить. Это, так сказать, основное, что сделали большевики современные, глобалисты, да, они захватили почту, телеграф, телефон. И абсолютно, знаете, помните, был этот самый фильм «Мистер Джонсон», по-моему, как он там приходит в Вашингтон, когда такая американская классика, когда выходит, там, в финале фильма выходит главный герой в Сенате, по-моему, если не ошибаюсь, да, по-моему, в Сенате. На трибуну и, там, Филип Бастер, он, так сказать, пытается говорить час, два, три, двадцать, а в штате вы, так сказать, все газеты принадлежат, там, нехорошему, там, другому сенатору. И поэтому вообще никакие газеты ничего не печатают. И вот только через, там, 30 часов его стояния на трибуне, он же в полуоброчном состоянии, вот только-только вдруг выясняется, что, значит, там, кто-то там где-то что-то напечатал, народ об этом узнал. То есть это такая классика американская, да? Вот с нами проделали все то же самое. Никто ничего не знает, люди не имеют ни малейшего понятия, не те, которые, вот, как мы с вами, так сказать, ловим все время новости, а те люди, которые пытаются, так сказать, работать, жить, зарабатывать деньги, а потом, так сказать, у них есть 15-20 минут для того, чтобы посмотреть, там, телевизор, пока они борщ кушают, там, со стопкой виски. Но, тем не менее, смотрите, в Пенсильвании прошли слушания, которые организовал Джулиани. Как результат этих слушаний, значит, Пенсильвания – это штат, в котором и нижняя палата, и верхняя палата, они республиканские. Значит, что происходит? После этих слушаний, значит, сенатор, так сказать, Пенсильвании говорит, мы не имеем одно организоваться и провести через две палаты решение забрать право у секретаря штата и губернатора формировать делегацию или голосовать, значит, отдавать наши голоса, отдаваться голосов Пенсильвании в общую кучу. Это будем решать мы, потому что, может быть, у нас губернатор или секретарь штата находятся либо подкупленным, либо под каким-то давлением, шантажом и прочее, прочее. Надо забрать их из их рук. Сделали это. Значит, сейчас идут слушания в Аризоне абсолютно с той же самой задачей, а именно доказать республиканским, так сказать, налоготворцам, так сказать, тех людей, которые налога, законотворцам, да, то есть их местному конгрессу и их местному сенату, что необходимо совершенно забрать вот эту функцию у, значит, губернатора и секретаря штата и вернуть обратно в, значит, избранные народом органы. Значит, если это произойдет в четырех из пяти штатах, про которых мы говорим, а это и есть одна из тактик Трампа, то это означает, что сорок два голоса, я говорю о конкретных очень штатах, которые подсчитаны, так сказать, люди Трампа уже сообщили об этом, то это сорок два голоса, которые никому не отдаются, потому что остановило их, значит, местное, так сказать, самоуправление штатское, да. А без этих сорока двух голосов ни тот, ни другой представитель не может и вице-президентом. Значит, автоматически это будет переходить либо в Верховный суд, либо должно переходить в так называемую, по-моему, называется это специальная ассамблея штатов или что-то такое, то есть в Конгресс, в котором голосует каждая делегация каждого штата, имеет один голос, а теоретически, так сказать, у нас 26 республиканских делегаций, 23 демократических и одна, так сказать, независимая, но они голосуют, допустим, с демократами. То есть 26-24. Так что, господа, есть несколько дорог, есть несколько путей, по которым люди, которые работают с Трампом, пытаются идти. И один из путей – это вот этот. Пенсильвания уже получилась, в Аризоне, я думаю, тоже получится. Потом посмотрим. Ну да, и нужен еще один штат. Опасность состоит в том, сейчас, на сегодняшний день, я считаю, в Джорджии. В чем опасность состоит? В том, что если мы потеряем Сенат, и там два сенатора… Это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос, но он опасный на сегодняшний день. А почему он опасный? Потому что в Джорджии люди настолько расстроились, и они сказали, нас обманывают, наши голоса не считают ни за что, мы вообще не пойдем голосовать тогда за сенаторов. И таким образом мы можем потерять Сенат, и тогда, конечно, нам всем кирдык. Потому что совсем противовеса нигде не будет. Тогда будет Верховный суд упакован, если Сенат потеряет. В Верховный суд будет упакован, границы будут открыты. Два штата еще присоединятся, как Порто-Рико и Вашингтон-Ди-Си. Это еще четыре сенатора-демократа. В общем, у нас, как говорит Леон, у нас будет такая китайская форма правительства. Всегда будет одна партия, под которой все остальные будут, и всегда будут одни и те же лидеры из Нью-Йорка и Калифорнии, может быть, когда-нибудь. Вот и все. Как говорит Леон, как говорил Золот Устро. Леон, я тебе скажу, сейчас на личное перейду с тобой, я тебе скажу. Ты говоришь очень умные и очень продуманные, мое личное мнение, вещи. Я всегда своим слушателям говорю, вот послушайте, что говорит Леон про это. Послушайте, что Леон, ты изучаешь вопрос, с тобой приятно иметь, как говорится, дело или ходить в разведку, потому что ты просто так не мелишь языков. Поэтому я и говорю, как говорит Леон. Кстати, я, вот свидетель, нын сидит там свидетель, я ни о ком так не говорю. Да, 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 точно. Я бы... Израильской армии оказался круче, чем капитан перворазноамериканской армии. Я бы хотел сейчас... Ты не перегибай палку, да. Да, не очень тогда. Денис, к тебе хочу обратиться. Есть ли какие-то интересные комментарии от наших зрителей, вопросы, что-то там по этому топику. Хочу бегом на следующий перейти. Ура, мое слово, наконец-то. Вопрос такой, Юра, не знаю, к тебе, может, к Леону. Натали у нас спрашивает. А какая вероятность? Вот Трампу, она считает, нужно вводить в военное положение и судить всех военным судом, как мы уже говорили. Это возможно? Если Натали, то вопрос ко мне. Нет, потому что это чрезвычайное положение, и это когда Конституция и безопасность Соединенных Штатов Америки в опасности от внешнего врага. У нас враг не внешний, у нас враг внутренний. А как же те иностранные государства, которые вмешались? А они вмешиваются не в военном способе. А президентские, это не стратегическое? Конечно, стратегические, но тут военные ничего не решат. Кому вы хотите, чтобы мы били морду? Кого мы должны бомбить? Мы не обучены этому, чтобы наводить порядок гражданский в стране. Тогда это переворот хунды. Поэтому и призываем мы, где наше министерство юстиции? Где наши прокуроры? Где наша ФБР? Чем ФБР сейчас занимается? Вот я не понимаю. Молодцы. Поймали еще одного афериста из бывшего Советского Союза, который в Медикэр отправил, миллион долларов грабанул нашу страну. И посадили его на три года. И браво вам, ребята. Ну а остальным, кто занимается этим всем, что у нас переворот происходит в стране, что у нас были фальсифицированы? Где эти расследования? Опять же, которые я уже в начале программы сказал. Опять же, может быть это и вина Трампа. Он говорил, что он посадит Клинтон, что он будет с этим разбираться. Ну кого бы он ни ставил, будь то министром обороны, будь то министром юстиции, будь то министром иностранных дел, постоянно было какое-то предательство. Постоянно было что-то не сходилось. Потому что вот эти чиновники, которые там работают, они против него. И они все равно саботируют все, что он не делает, все, что он не хочет сделать. Я, например, довольно-таки многих знаю в Госдепе. Если министерство обороны мы как бы в стороне стоим, мы не участвуем в политике, то Госдеп, ну там абсолютно все леваки. Они все сейчас танцуют, прям весь Госдеп танцует хапак. Я не знаю еще какую-то веселую песню в 7.40 или еще что. Они все танцуют на радостях, что они открыто об этом говорят, хотя они тоже должны быть вне политики. Они открыто, откройте Фейсбук. Все эти дипломаты, все эти послы не ставники, а профессиональные дипломаты. Так, слушайте, я понял загадку вчерашней новости, которая пришла. Оказывается, поэтому Джо Байден вывихнул себе лодыжку. Они, наверное, плясали. Хочу рассказать, что Джо Байден вывихнул лодыжку во время... Вчера это произошло, ну вроде бы не получил никаких переломов, как сообщают его личный доктор. Инцидент произошел в субботу вечером, говорится в заявлении офиса Байдена. 78-летний Байден посетил ортопеду в воскресенье для рентгеновского снимка, компьютерной томографии из большой осторожности. Байден боится, Зашан станет самым старым человеком, когда-либо вступившим в должность. Если он войдет все-таки в Белый дом 20 января, то он станет самым старым президентом. Не станет он самым старым президентом. Он не станет, потому что вот чего мы на Байдене конституруемся. Забудьте про Байдена. Байден вообще на сегодняшний день ни при чем. Все это понимают. И республиканцы, и демократы, и трамписты, и пацифисты, и кто там еще есть. Все понимают, что это Камала Харрис. Поломал он лодыжку или свернет он шею, разницы никакой не будет. Камала Харрис будет президентом Соединенных Штатов. Я никогда не делаю никакие предсказания. Я не всевыдящий. Но вот это единственное, которое я хочу сказать. Что вот я это предсказываю. Что Байден президентом не будет. Я не согласен с тобой, Юра. Потому что одно дело быть президентом. Вот он вам свистит в кадр. Видите? Вот так я могу. Одно дело де Юра президент, а другое де факто. Ну да, ты понимаешь, о чем я говорю. Он нормально может принять присягу и оказаться там. Понятно, что он... Я очень подозреваю, что в офисе вот этого ортопеда с задней стороны пришел психиатр. И, так сказать, сделал ортопед, но на самом деле что-то совершенно другое. Потому что ему, конечно, надо принимать какие-то там лекарства. И, конечно, надо делать это так, чтобы никто об этом не знал. И я, кстати, все время, так сказать, думал по этому поводу несколько раз. А как они устраивают ему встречи с психиатрами. Потому что он явно принимает чего-то. Он иногда более, так сказать, открытый. Иногда он просто вот такой. Иногда он соображает, что говорит, иногда нет. То есть явно, так сказать, у него какие-то там перепады существуют. И он... Из-за него проголосовало 80 миллионов американцев. Ну, конечно, единым строем просто все. Самая лучшая методика, чтобы за тебя голосовали люди, это сидеть в подвале, не встречаться с журналистами, не проводить с ними встреч, выезжать, становиться на угол улицы, чтобы, значит, тебя никто не слушал и говорить речи. А потом выезжать обратно и быть очень старым. Да, взять полтора миллиарда денег, полтора миллиарда долларов у китайцев, взять 15 тысяч в месяц зарплату у несчастной Украины. И еще на всякий случай 4 миллиарда... 85 тысяч, 85 тысяч, 85 тысяч. Пардон, да, 85 тысяч, в принципе, уже это... И еще на всякий случай... И еще на всякий случай у Батурина захватить немножко. Мне непонятно, за что там вообще, но так, чтобы... А в сговоре с Путиным оказывается Трамп. Вот так получается, что в сговоре Трамп, по зарплату получает Байден, да? Судя по тому, что мне из Москвы рассказывают, то есть Батурина, она основной человек, который экспортирует из России проституток, и ей всегда нужны политики, чтобы крышевали ее. Поэтому вполне возможно, что Байден взял деньги за крышевание проституток, которые завозят Батурина в США. Я сейчас в Майами, я сейчас спрошу, или они знают ее у нас. Списти там у девушек, да кто их крышевал? А вот они прямо за балком. Денис, есть какие-то еще комментарии интересные по этому топику? Хочу еще об одном поговорить. Ты когда говоришь топик, меня тоже это ассоциирует... В топик, в топик, в топик. Топик сейчас кто-то снимет, да. А, ты имеешь в виду топик такой? Да. Топик такой, не кузик. Давай, Денис, расскажем. Да, комментарии. Как могут жить вместе те, кто верит в закон и здравомыслие, и те, для которых 105% не является доказательством? Ух. Говорит, Рабинович, на Марсе жизнь есть? Говорит, на Марсе, к сожалению, жизни тоже нет. Как можно жить вместе? Я не знаю. Поразительно пишет. Желательно регулярно. Пишет, во всю идет государственный переворот, а наивные трамписты сидят и жуют интеллектуальные сопли. О, вот это интересно. И жрили всем миром. Ну, пусть премьера покажет, что делать. У меня лично других сопель нет, кроме интеллектуальных. Ну, у меня есть еще какие-то, я, у меня... Разной видности соплей можно предложить. У меня, как бы, если я еще потренируюсь пару дней, может, вспомню, потому что когда-то у меня был удар поставленный такой. Могу прикладом еще говорить. Но пусть премьер покажет, что они все время нам пишут, что мы то не делаем, это не делаем. Вы покажите пример, что вы хотите, чтобы мы вели себя как антифа, как Black Lives Matter. Пример, Юра, это то, что ты сказал, успокаивать всех и говорить, что все на самом деле нормально. Шикарно, да, мы все выиграли. Я скажу такое, что я с самого начала говорил, что демократы толкают нашу страну на гражданскую войну. Они толкают нашу страну на гражданскую войну. Может быть, когда-то, не дай бог, и дотолкаются, что народ у нас воспрянет. Юр, тебе Георгий Кравченко приводит пример. Вот если бы мы в рамках закона боролись с Януковичем в Украине и узорпатором власти партии регионов, они до сих пор были бы при власти в Киеве, а Украина была бы в автономии в составе РФ. Как и в Минске. А что сейчас они получили? Нет, но они, как бы там ни было, они сопротивлялись. Они сопротивлялись. И, конечно, тоже еще рано говорить, что они получили, потому что, когда делаются такие революции, сразу ничего не меняется. Это очень рано, это и китайская древняя поговорка. Еще рано говорить, как это все получилось. Знаешь, сейчас люди говорят, там могут по-разному говорить. Но если бы не было бы Холокоста, то и Израиль бы, может быть, не сформировался бы. Тогда бы не было еврейского государства. Мы никогда не знаем, какое будет последствие чего. Мы только можем предполагать и можем надеяться. Я украинцам все равно даю пять с плюсом. Они хотя бы бунтуют. Они хотя бы... Один раз, несколько раз они сделали Майдан. У них не получалось, там лучше. Они еще раз Майдан сделали. Потом они устроили такой же Майдан на избирательных участках. И избрали вот этого Зеленского. Да, 73 процента. Это тоже своего рода Майдан, такой протест народа. Опять, наверное, у них не получилось. Но они все время пытаются это сделать. Они все время пытаются улучшить свою жизнь. Иногда получается, иногда не получается. Но это рано сказать. Конечно, люди тоже начинают терять, как в Джорджии. Люди потеряли доверие к голосованию. Говорят, там вообще не пойдем больше голосовать, раз так. А следующее что-нибудь? Следующее, они возьмутся за оружие. И слава богу, пока что оружие у нас на руках есть, кроме Леона. Леон, у вас в Калифорнии нельзя оружие иметь? Или в Нью-Йорке? Нет. Ну, у меня дома два ствола есть. То есть, так сказать, нормально. Законно совершенно. Поэтому нормально. Я что хочу сказать, что я там пошутил по поводу, что получили. Это просто для красного славца. Не, ну они, да, им сложно. Они не получили то, что они хотели получить. Я, естественно говоря, преклоняюсь перед украинцами, украинцами, да. Потому что один раз выйти, ладно, но второй, третий, четвертый выходить, это, конечно, надо иметь очень серьезную сопротивляемость. Причем на них был нахрап с российской стороны танками, они с саперными лопатками эти добровольцы отбивали. Они тоже себя чувствуют преданными, что их предали, что с ними обошлись неправильно. Но народ остается хотя бы не крепостным, остается народом. Они все равно, чем-то мне евреев напоминают, все время недовольны, все время в каком-то дискомфорте находятся. А потому что, как сказал покойный Жванецкий, он говорит, вам все обещают и обещают, обещают и обещают, а вам все мало и мало, мало и мало. Да, да, да. Совершенно точно. Так вот, продолжая, так сказать, тему Украины, я встречался с несколькими ребятами, которые вот пошли, так сказать, я не помню, как их точно называют, которые пошли, как только русские стали наступать, пошли добровольцами. Добробаты, добробаты. Добробаты, добробаты. Вот с тремя я так взяла меня жизнь, и все три раза, ну, так сказать, они все были, все три были ранены, все три, так сказать, приезжали в Америку там по целому ряду, так сказать, причин, что можно было лечиться здесь, кто-то их вытаскивал. Вызывал, собирал деньги на это, и, так сказать, ну, как бы со мной знакомили, чтобы я был в курсе дела, потому что в те времена, в те времена было важно говорить им в Украине. И должен сказать, что я абсолютно преклоняюсь перед, перед, каждый из них мог быть каким угодно человеком, там, один был преподавателем, другой, там, так сказать, такой слегка хулигалистый, там, думаю, что не совсем всегда честный. Но вот когда ему наступили вот на песню, на свободу, на что-то, у него что-то взыграло, у них у всех, и они пошли, ребята, они пошли с жизнью своей рисковать. А Америка пока еще все-таки, господа и дамы, которые слушают нас, не совсем в этой ситуации. Нужно будет и здесь, так сказать, встанут люди, возьмут свое оружие там или где-то еще. Да, да, я с тобой согласен. Не всегда все должны учиться у нас, может быть, и мы чему-то должны научиться у украинцев или израильтянцев. Да, Америка слишком долго жила в этом самом. Я хочу еще одну мысль Юлину развить, все-таки это капитан первого ранга, а я все-таки ефрейтор, которого трижды делали ефрейтором. Я все время брал, что меня, так сказать, меня каждый раз назначают, ну, тем самым. Ты трижды ефрейтор Советского Союза. Израиля, да. Ну, правда, когда я вышел, у меня какое-то такое звание, что мне даже страшно его произносить далее. Но в Израиле, когда получаешь высокое звание, то тебе надо просто дольше на сборе ходить на военные. Поэтому все пытались. Так везде, так везде. Да, так вот, значит, продолжая Юрияну мысль. Смотрите, как интересно. Значит, бог ли это, природа ли это, жизнь, мы не знаем. Ну, вот у Израиля нету никаких ископаемых. Не было, по крайней мере, когда Израиль становился, да. Смотрите, это самая сильная, самая технологическая страна на Ближнем Востоке. Которая, значит, из-за чего? А из-за того, что халявы не было. Не было халявы, надо было сражаться. Если была халява, может быть, что-то было бы по-другому. То есть, евреев давили, так сказать, много-много веков. Не давали землю купить, не давали определенные специальности заработать. Не давали работать там, не давали жить здесь. И смотрите, какой мощный, мыслительный, так сказать, отряд получился из евреев. Специфически тех, которые через Австрию, Германию и прочее, а не те, которые через арабские страны пошли. Значит, потому что определенная опрессия, она работает. А теперь с другой стороны. То есть, работает на... Как раз хотелось бы, чтобы ее не было, хотелось бы не страдать. Но вот из-за этих страданий и прочее, выработался интеллект, который сегодня дает лекарства, который сегодня дает шахматы, который сегодня дает музыку и тому подобное. А с другой стороны, посмотрите на период, начиная с 50-х годов в Америке, до прошлого столетия и до сейчас. Не было ни войн, не было опрессии. Дети, особенно те, которые рождались у так называемых благополучных родителей, то есть средний класс, начиная с низа среднего класса и выше. В школах детей нельзя бить, в школах нельзя наказывать. Как только начинались драки, сразу же хватали, прекращали это. Не давали детям, что называется, разбираться сами. И что произошло? Выросло поколение сноуфлейкс. То есть, я уже говорил об этом. И все во всех спортивных соревнованиях, все получали приз. И хомо сноуфлейкс вырастили вместо хомо сапиенс. Потому что они, вот эти люди, эти дети, которые пришли в университет, и в 16-м году они рыдали в голос, размазывали сопли грязные по лицу. И бились в истерике, потому что избрали не того, кого они хотели. Избрали Трампа. То есть, они не могут выдержать чужое мнение. Они не могут спорить. Поэтому они начинают собираться группами и орать, и закрикивать преподавателей или лекторов, которые говорят, что им не нравится. Вот это поколение, оно тихо захватывает Америку. Потому что, не просто потому, что других, что называется, университетах почти нет. Кроме тех, которые, так сказать, шли и снизу. То есть, там есть и драки, там есть... И не к тому, что драки это хорошо. Но, очевидно, вот я не знаю, так сказать, я был длинным, худым, с узкими плечами, и с толстой попой, и евреем в Лееграде, там, начиная с первого, там, седьмой, восьмой класс, пока я не стал 190 сантиметров, и не стал играть в юношеской команде спортака за волейбол, когда я мог прыгнуть, и сверху кого-то стукнуть ладошки и так, что он потом ложился. Нас этому учили. Но до этого, это была тяжелая жизнь, ребята, так сказать. Не то, что каждый день, но, так сказать, это достаточно постоянно. В Лееграде ты встречал группу халлиганов, которые, если не соображали, что ты еврей, они пытались тебя избить, положить на пол, так сказать, и засунуть тебе морду в лужу. То есть, как-то надо было этому сопротивляться, правильно? Как-то надо было перед девочками показывать, что я все-таки не последний, там, козел вонючий. Значит, поэтому, поэтому, секция одна, секция другая. Первый. Тебя не каждый день били, меня каждый день били. Начинается как-то агрессивно. Ой, ребята, да, выдаются. Я хотел бы защитить детей от этого, но я знаю, что у всех моих знакомых, у которых там больше, скажем, нескольких миллионов долларов, крутится в кармане, у них у всех с детьми проблемы. У всех. Я тебе скажу, это, извини, что я тебя перебиваю, это, я говорю, это почти в каждой своей программе, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие, добрые времена. Добрые времена создают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена. Это такая цикличность. Она сейчас и происходит, и в Израиле тоже, там уже тоже давно войны не было, давно опасности не было. И там тоже дети становятся леваками. Я тебе скажу, что и в России в 17-м году большевиков же не рабочие крестьяне и солдаты поддерживали. Это были студенты, это были эти профессора, это были эти же журналисты, это были юристы, это были актеры в театрах. Это была интеллигенция вот эта вот, которая себя держала. Она лучше знала, что нужно этому солдату, крестьянину, рабочему на фабрике. Карл Маркс лучше, он никогда не был на фабрике, но не важно, но он знал, потому что он интеллектуально развит, он умнее их, в конце концов. Поэтому он знает, а если ты против этого, то ты враг народа, тебя расстрелять. В общем, все это кончается одним и тем же, ничего мы нового не придумали. А из моего детства это было такое, когда я понял, почему я реально стал военным. Потому что когда я шел из школы, была такая группа людей, пацанов, которые были чуть старше. Главный там из них был на пару лет, наверное, старше. И они видели, что идет такой еврейский мальчик, слабенький, любенький. Они все время говорили, деньги есть, там прыгай. Я там шел, я обычно шел с кем-то из школы, потому что я понимал, что сейчас наваляют. И потом они говорят, там прыгай, деньги есть? Говоришь, нет, они прыгай, нашли деньги, они тебя побили, отняли деньги. Он идешь и говорит, деньги есть, да, вот есть, но там даешь им, они тебя все равно побили. Поэтому не важно было, были ли у тебя деньги, не были деньги, тебя все равно наваляют. И как-то я шел с одним парнем, я еще думал, сейчас все равно наваляют. Потому что он такой был тихий, знаешь, вот тихий он был парень такой, еврей. И мы с ним шли, и они говорят, давай, Жиденки, идите сюда. Они говорят, деньги есть, прыгай. А он такой стоит молчит, я думаю, ну блин, сейчас получим по башке. И как тот вот этот постарше, который из этих хулиганов, он еще не закончил, когда он ему сказал, давай, Жиден. Он ему как дал в нос, и тот как упал из носа, у него пошла кровь и все. И он как остальным другим снял этот солдатский ремень, обмотал, и они все остальные разбежались. И я думаю, вот, не откупишься ты деньгами, и не скроешься, что у тебя нет денег. Я не откупишься. Я не могу просить прыгать, я обещаю. Давайте я вас немного верну к Америке, господа. В конце программы я хочу... Подожди, мы давно с Леоном не разговаривали. Да я понимаю, да. Я хочу, чтобы вы... Я понимаю, что программы не интересны. Выдрать из вас интересных. Ни на кого я не наорал, никого не послал, программы не интересны. Нет, наоборот, послушайте. Все хорошо, все отлично. Я вам хочу рассказать про такой... Вы помните такую замечательную госпожу Джен Псаки? Да. Ну вот, я хочу рассказать, что она тоже присоединилась к дележке шкуры неубитого медведя. Опять про Байдена. Он подключился к ключевому персоналу компании своим советникам. И вот он решил, что вся команда по связям будет у них состоять исключительно из женщин. Назначив бывшего пресс-секретаря Госдепартамента Обамы Джен Псаки своим пресс-секретарем в Белом доме и представительностью компании Кейт А. Бидденгрейлф в качестве директора по коммуникации. Вот такие вот интересные как бы новости, да? Идут одни женщины впереди, женщины в бой. Впервые в истории главные коммуникационные роли будут полностью выполнять женщины. Старшие советники компании Карин Джан-Пьер и Эшли Этьен, также бывший старший советник спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, будут исполнять обязанности заместителя пресс-секретаря Белого дома и директора по коммуникациям вице-президента, соответственно. А Пиле Тобар, бывший директор по испаноязычным СМИ, лидером меньшинства в Сенате. Чак Шумер будет заместителем директора по коммуникациям. Несколько членов команды, как они планируют, по связям с общественностью президента Дональда Трампа, также являются женщины, в том числе секретарь Кейли МакЭннен и директор по коммуникациям Белого дома Элиса Фарах. Вот такие вот заявления. Будут они нам псакать в уши все это время. Да, собственно говоря. Но смотрите, не останавливаются, идут вперед, несмотря на то, что еще нет сертифицированных голосов, несмотря на то, что есть огромное количество фальсификаций, свидетельств и всего-всего прочего. А откуда они знают? Они про это ничего не знают. Они не смотрят твой канал, Нэк, наш канал. Они не слушают меня с Леоном. У них есть CNN, у них есть New York Times. Кстати, вот Леон говорил про New York Times, про кино, про мистер Джонс. Вот есть такое кино, сейчас фильм сделан про мистер Джонс, где молодой журналист в Великобритании обнаружил про Голодомор и пытался рассказать про Голодомор. Так вот, New York Times тогда напечатала, прекрасно зная, что идет Голодомор в России, что ничего такого нету, что он фейк, этот мистер Джонс. Есть фильм про это, вот посмотрите. И сейчас многие даже в Украине бегают, говорят, New York Times, это газета репутационная, это газета, которая много лет существует, это газета, где печатается правда. Поэтому псакать будут всем в уши, пока мы это все. Она будет просто псакать в уши. Да, это вся старая команда, он все равно всю старую команду Камановскую поставил. Да, и Нэнси Пелоси пошла дальше, то есть она говорит, я буду дальше там идти. Куда она идти, уже в дом престарелых можно только идти. Она вот выдвинулась на два года очередных. Ее даже в дом престарелых не прибыл. Послушай, это уже не партия, это все равно, что назвать Жириновского партия или Зюганова партия. Это секта такая, секта, где вечный лидер Пелоси, она 50 лет, ее оттуда уже только вперед ногами, как из Политбюро вынесут. Ее и всех остальных, включая и в республиканские партии тоже. Проблема же у Трампа не только с демократами. У него огромная проблема с республиканцами. Республиканская партия не дает ему поддержки. Поддержки, чтобы заставить ФБР проводить расследование, чтобы заставить Министерство юстиции проводить, открыть дела против них. А у них какая-то такая говорит, ну доказательств нету, поэтому дело открывать не будем. Подождите, вы хотите сначала доказательства, а потом открыть дело и расследование? По-моему, наоборот работает. Если есть подозрение, вы открываете дело, проводится расследование. Расследование находит доказательство, что было совершено преступление или не было совершено преступление. А тут он говорит, ну доказательств нету, что дело открывать? Вот я не юрист, опять же, и не судья какой-то, но это вот точно Псаковская подходит. А вот смотрите, нам некоторые как бы пишут здесь, короче, эфир, одна печаль. Эксплат Айди пишет нам. Что-то, хочет, чтобы мы ему песенку спели. Да, наверное, да, хочет песенку спеть большую какую-то. Ну ты про топики. А может быть, давайте в конце программы ты сделаешь сальто с переворотом, а Леон, может быть, сядет на шпагат. А я предлагаю, что раз ты про топики начал, тогда давай устраивай стриптиз, тогда будет вообще всем лучше. Я думаю, разбегутся люди от этого. Денис, есть какие-то комментарии, если интересные вопросы нашим гостям в конце программы? Юра, я тебе хотел задать вопрос и вернуться к теме о плохих временах. Скажи мне, пожалуйста, когда ты считаешь в последний раз в Штатах были плохие времена, которые порождали сильных людей. И вот нам Инна Троян пишет, американское общество больно, потому что они горе не знали. Ну, нет, нет. Последнее, я думаю, когда было наше общество так сплочено, и мы как бы... Это было 11 сентября, и когда было нападение на нашу страну, тогда народ сплотился, мы почувствовали опасность, мы почувствовали опасность от... Вот тогда начали говорить о терроризме, о глобальном терроризме. Моя карьера сильно изменилась тогда, в этот момент. Вот. До этого у нас был Вьетнам, я думаю, который был тоже таким шоком для общества тяжелым. Тогда хиппиез у нас были, разные движения. Но когда после... Ну, 11 сентября, наверное, было недостаточным шоком. Быстро это прошло. И 11 сентября пришло к нам после Клинтона, после управления Клинтона. И вот я считаю, что уже при Клинтоне началась коррупция в правительстве. Началась коррупция в нашей верхушке, в нашей политике. Уже тогда его жена стала и сенатором потом, и потом она уже тоже выдвигалась на президента, уже такая семейная пошла. А после Клинтона были буши, тоже такой клан, где все братья-губернаторы, сенаторы, и он президент, и потом сын президента. И вот это началась коррупция. А когда пришло Обама, откуда ни возьмись, откуда он появился, вообще непонятно. Два года был сенатором, тоже вдруг ни с того ни с сего чудак становится сенатором. Не имея никакого опыта, ничего появляется. Его ставят туда. То вот при нем уже начинается раскол в обществе. Начинается делиться на черно-белых, делиться на мигрантов, легальных, нелегальных. Начинается вот этот вот весь. Стена, кстати, вчера Обама что-то говорил, что в клетки сажает Трамп. Вот тоже у него наглости хватает. Это он клетки начал на нашей мексиканской границе. Поэтому вот это началось. И вот я считаю, что со времен Клинтонов у нас пошло уничтожение нашей страны. Началась вот эта вот цикличность в том, что пошли слабые люди и начинаются тяжелые времена для страны. Еще есть какие-то комментарии, вопросы? Смотри, я хочу еще спросить. Игорь Кереченко пишет, он просит дать гостей прогноз на 14 декабря, когда дела дойдут до Верховного суда. Если они дойдут. Ну да, прогноз. И вообще дадут ли, сертифицируют ли голоса штата к 8 декабря, чтобы заявить о том, что 14 декабря все, либо поправка, либо что. Вот тут интересный вариант. Потому что не так много времени осталось-то. Вот у нас уже следующая неделя это уже декабрь. И остается буквально неделька-то до того момента, когда надо Байдену доказать то, что он собрал свои заявленные 306 голосов. А вот что будет с этим? Нет, не ему надо будет доказать. Это нам надо будет доказать, Ну, предъявить. Он должен будет предъявить эти голоса в сертификате. А штата не сертифицируют пока еще. Вот что будет? Интересно. Есть какие-то мысли? Леон, у тебя? Да, просто так как мне пока моего имени не сказали, то я молчу, жду. Во-первых, господа, давайте все-таки определимся, что не все так пессимистично, как вам показалось. Ну, наконец-то. Юра взял его, как бы, так сказать, взял его, так сказать, идею развития, что давайте попробуем реалистично это смотреть. Ну, а сейчас, так сказать, давайте я немножко подниму настроение. Первое это, мы, естественно, никто из нас, ни Юра, ни я, ни даже вот Ник, мы не можем предсказывать будущее. Мы можем говорить только о возможных вариантах развития. Итого, первый возможный вариант развития. У Трампа удастся уговорить четыре штата, чтобы они забрали право у своих губернаторов и секретарей штата назначать, значит, голосующих, электоральные голоса, таким образом, и объявить, что они из-за подлогов и прочего, они не готовы вообще сертифицировать голоса. То есть не будет сертифицировано 42 электоральных голоса. Если это произойдет, то ни Байден, ни Трамп не набирают 270. 305 или там 410, это никого не волнует. Волнует 270. Значит, если никто из них не набирает 270, тогда дело переходит в дальнейшие, так сказать, инстанции. Я точно так же не специалист в, так сказать, в юридическом, тем более, конституционном праве, как сказал Юра. И, значит, соответственно, я не знаю точно, как это будет происходить, но в финале это окажется либо в Верховном суде, либо через Верховный суд пройдет и окажется в коллегии выборщиков 50 представителей 50 штатов будут голосовать. Значит, второй вариант это 2, 3 или 4 суда все-таки быстро двигаются из, так называемых, федеральных округов в апелляционный, из апелляционных наверх и оказываются минимум 2, лучше 3 или 4 оказываются на столе у Верховного суда и тогда Верховный суд разрешит эти все суда, все эти иски, извиняюсь, объединить в один федеральный иск и тогда уж и дело пойдет не о том, что в каком-то конкретном штате что-то происходило, а в том, что на территории Америки происходило то-то и то-то и то-то. Из чего, если удастся это сделать, я бы сказал так, у нас больше, чем 50% шансов, чтобы это получилось. Молодец там, что он говорит, что, так сказать, не 100% это сложно и т.д., но, тем не менее, у нас больше, чем 50% того, чтобы это получилось. Значит, тогда, если это приходит как федеральный иск, то тогда уже все эти доказательства парадом идут перед Верховным судом, приходят специалисты, они начинают говорить, показывать вот эти вот за одну минуту 112 тысяч голосов, за 2 часа, там 42 минуты прошло 400 тысяч голосов, через 5 сканеров, там, и т.д., и т.п., значит, и тогда burden of proof находится у другой стороны, потому что мы вам говорим, это невозможно, они должны доказать, что это возможно. Значит, если это не доказывается, значит, эти 400 тысяч голосов, которые пришли за Байдена, не могут считаться. Я так считаю, да. А теперь, значит, возможных 3 варианта. Вариант номер 1, суд говорит, вы нам не доказали Верховный, так сказать, Байден президент. Второй вариант, это, да, вы нам доказали, что эти 6 голосов, эти 400 тысяч, и эти 12, не учитываются, выкидываете их, давайте сейчас посчитаем, кто сколько получил их территоральных голосов, тот победил. Третий вариант, это, у вас столько проблем с этими выборами, что они null and void, это официальный термин этого дела, то есть они отменяются, и дело переходит, опять же, в ту же самую коллегию, которая находится в Конгрессе, каждая делегация из 5 штатов посылает по одному представителю, и идут дебаты и утверждения. И это хорошая для нас ситуация, потому что у нас 26 голосов из 50, то есть больше, чем 50%. Значит, эти 3 пути ведут либо к решению проблемы, нашим, не нашим образом, но к решению проблемы, другие пути, это недопущение нас до Верховного Суда, потому что мы не успели собрать, симптоматизировать и представить достаточное количество доказательств, и самое главное, это что постоянный уговор публики с помощью средств массовой информации и сетей, социальных сетей, что абсолютная правда стопроцентная на стороне Байдена, Байден стопроцентно избран, и если, не дай бог, какой-то суд или кто-то начнет представлять угрозу и казаться, что это не происходит, у них могут отнять то, что по праву их они считают, то тут начнутся, естественно, те самые проблемы, о которых твердили большевики, выход на улицы сброда, так сказать, ведомого детьми вот этих самых сноуфлейк, сноуфлейк, вот эти самые, которые пойдут на улицы от отчаяния и будут опять громить, жечь, убивать, переворачивать машины и тому подобное, и тогда может начать противостояние, потому что тогда пойдут на улицы люди с ружьями, а если так, значит, надо будет вводить национальную гвардию и т.д. и т.п., чего, конечно, делать ужасно бы, так сказать, не хотелось. Вот это то, что может произойти с манией точки зрения у нас после того, как появились утверждения действительно больших специалистов в киберсекьюрити о том, что это подлог был совершенно точно, у нас появился очень хороший шанс доказать в суде то, что происходило во время выборов, это подлог, обман, и их надо срочно переделывать. Все, я можно добавлю? Конечно, я говорю даже, мое имя не упоминается. Я извиняюсь, что программа получилась неинтересной, но это из-за Леона, потому что он меня заставляет, принуждает соглашаться с ней во всем и это делает. Я хочу сказать, что когда говорят, что какие шансы у нас, ли шансы, опять же, мы все тут не предсказатели, мы не можем предсказывать будущее, боимся, что еще и ошибемся, предсказываю. Хотелось бы, чтобы было так, как нам хочется всем, да, в нашей, тут, в нашем дружном коллективе. Смотрите, такой прецедент есть. В нашей истории Америки такой прецедент был, когда пошло в Конгресс, и Конгресс отменил и проголосовал за другого, за оппонента. 1892 году. Это было за 200 лет, за 200 лет это произошло один раз, да, поэтому, если взять 200 лет, то шансы, если математически, я небольшой математик, считаю, то полпроцента есть уже, что такое может произойти, если за 200 лет было один раз такое, то, значит, полпроцента у нас есть такое. но я считаю, опять же, это, наверное, мой военный мозг, я всегда думаю о худшей ситуации, что же будет, если, значит, худшая ситуация, если мы проиграли бой, как нам вернуть, или как нам вернуть потерянную территорию с наименьшими потерями человеческими ресурсами. Значит, не мы это начали, поэтому, если Байден становится, не дай бог, или Камала Харрис становится президентом, мы должны продолжать протестовать, мы должны продолжать перегруппироваться и продолжать этот бой. Не мы это начали, я всегда говорил, что демократы должны знать, что вот этот Ken of Worms, вот этот Pandora Bucks, вот эту банку с червяками, они открыли, когда Трамп стал президентом, они сразу стали кричать, что он не мой президент, поэтому, я сразу говорю, что если Байден или Камала Харрис будет президентом, я буду один из первых, который будет говорить, что это не мой президент, что выборы были сворованы, что это было нечестно. И поэтому я лично, я за всех не могу говорить, признавать его президентом не буду своим или ее. Далее мы должны продолжать расследование. Расследование в эти доминии машины почеточные, эти программы. Я не специалист в этом, еще раз подчеркиваю. И настаивать на импичменте, настаивать на импичменте. Понятно, что в Конгресс пока что в демократических руках, но он может стать и республиканским в какой-то момент, и Сенат может стать, продолжать на это давить, продолжать делать те вещи, на которых мы настаиваем. Потому что если будет достаточно доказательств, если будет доказано, что это были сфальсифицированные выборы, то импичмент должен будет пройти. Потому что не все демократы ужасные люди. Среди них есть тоже честные, которые хотят честно бороться за многие вещи. Некоторые из них сейчас даже выступают, которые подписали афидевит, они голосовали, они демократы, зарегистрированные демократы. Но они честные, они получают, выступают за то, что они видели, где были нарушения. Многие из них религиозные люди. Кстати, еще когда люди говорят, что же делать, что же делать, одна из вещей может молиться. Некоторые из нас хорошо очень молятся. Так молитесь за то, чтобы правда восторжествовала. Может быть, наверное, а не может быть, наверное, это тоже помогает. В случае импичмента Харрис как раз таки и станет президентом. То есть это тоже вариант нам написали сейчас. Нет, конечно, 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 конечно. Но импичмент это тоже когда становится... Она же все равно будет из его кабинета. Значит, она тоже соучастник этого. Поэтому второй раз за них уже проголосовать не будет. Тот президент, который вставал на место президента, которого убрали, вице-президент, который становился таким образом президентом, исторически, опять же, не было, чтобы он оставался президентом. Поэтому Форд не остался президентом, когда он сменил Никсона. Поэтому сегодня, видите как, ничего нельзя предсказать. Никто не думал. Мы пошли спать с уверенностью, что все закончено. Но никак он не мог его догнать. Мы были все уверены в этом. У меня как Флорида, только я увидел Флориду, что она так оторвана. Да и было сразу понятно, где этот чудак, который криминал, 47 лет в политике, ни хрена не сделал, кроме того, как грабил страну, ничего ни с кем, с Китаем не договорил. Ни черта не сделал, один вред приносил стране. Сидит где-то старик, уже маразматик, все путает, чертовой матери у себя в голове. Ему вообще не видно, а Трамп собирает сотни тысяч людей на стадионах. Одни парады с ним идут. И сколько он для страны и для мира сделал. Все было понятно, а вот раз и нет. Нам Силона ЮЭЦ написала, бой не проигран, все еще спереди. Так что, ребята, пока у нас спереди еще что-то есть, то бой не проигран. А мне понравилась, Элика Фри написала, если хотя бы один штат из 50 не будет сертифицирован, то это может быть решающим, чтобы не принять голосование. Да, конечно, это будет прецедент, хотя бы, да. Хорошо, Леон, твое слово под конец программы. Скажи, пожалуйста, что ты хотел бы дополнить по всей нашей беседе. Господа, бой еще не проигран, совсем не проигран, с моей точки зрения. У нас очень хорошие шансы. Но, значит, даже если один бой проигран, это не означает, что проиграно, так сказать, сражение. Большое и, так сказать, что проиграна война. Во-первых, необходимо избрать двух сенаторов Джорджии, как минимум одного. Я думаю, что, так сказать, там вряд ли будут теперь те подделки, которые они делали, потому что там будут смотреть, как коршуны на все это дело. Будем надеяться, что не будет. Значит, второе, это, если это удастся сделать, как минимум один сенатор будет там республиканский, это означает, что сенат республиканский и, так сказать, левым силам глобалистов и прочее не удастся набить наш Верховный суд, и он останется нашим. Что означает, что, скорее всего, в 22-м году мы вернем Конгресс. И мы практически остановим тогда, с 22-го года, деятельность Белого дома, потому что, когда разбужевался в свое время Клинтон, то избрали через два года огромное количество республикацев во главе с Гингричем, и практически Клинтон, вот то, так сказать, рассказывали, там, чудо экономическое при Клинтоне, оно было сделано следующим образом. Гингрич его, так сказать, организовывал законы и приходили к президенту и говорили, подписывай, не подписывай, у нас все равно достаточно голосов для того, чтобы это overturn. Значит, тогда он подписывал. И таким образом экономика начала выправляться и пошла наверх. Так что, господа, так сказать, никакой не конец, никакой не это самое. Я вот смотрю, тут много чего пишут пессимистического. Конечно, оптимизма во всем этом нету, но, господа, это не конец света. Это первое. И второе, чем я хочу закончить, это, значит, выигрывают сегодня нашу молодежь левые, потому что они 30 лет тому назад начали ее совращать. Так вот, наша основная задача – начинать работать у тех, у кого есть внуки с внуками, у тех, у кого там дети и прочее с детьми. Я начинаю большую программу, вот Юрий еще не рассказывал, но расскажу скоро и буду его привлекать тоже. В конце января мы запускаем новый сайт, на котором мы будем очень серьезно помогать родителям, объяснять им, как надо развивать у детей критическое и творческое мышление. И будем там делать, кроме этого, большой такой центр всех тех блогеров, видео или видео, которые от нашу философию придерживаются. А наша философия очень простая. Индивидуум важнее, чем обществу. И нельзя отнимать у одного или у трех просто потому, что другим десяти это надо. А дальше, так сказать, дальше поговорим о том, что еще там будет. Так вот, господа, учить детей. Я понимаю, что мы не умеем, мы пропустили это дело. Вот я привлекаю потрясающих специалистов из многих стран мира. Мы там будем показывать вам, рассказывать, объяснять и давать возможность научиться, как учить ваших детей или внуков. Потому что, как говорят, так сказать, внуки за нас отомстят. Спасибо большое, Леон Ван Стайн. Если вы смотрите, подписывайтесь на наши социал-медиа, пожалуйста, не поленитесь. Это очень важно для нас. Спасибо нашим гостям за то, что они пришли сегодня к нам в студию. Да, можно я скажу? Да, конечно, Юр. Леон, спасибо огромное. Идея просто гениальная. Я сочту за честь участвовать с тобой в любой программе. Мы друг друга знаем уже не первый год. Вот Ник скажет, что мне не так легко совратить на свою сторону. Ну, правда, я очень многому научился от тебя и всегда имею огромное удовольствие слушать и понимать твой взгляд. Да, дети за нас, надеюсь, отомстят. И это очень важно, что ты будешь делать и надеюсь, что я тебе смогу помочь. Расскажу быстро такую историю. Когда я служил в Польше, там было очень такое центральное здание. Оно раньше принадлежало Центральному комитету Коммунистической партии Польши в Варшаве. Красивое здание. Потом после революции оно стало биржей. А потом приехал такой небольшой мужичок из Нью-Йорка и сказал, ребятки, здание мое, вот дедушкино, прадедушкино бумага, что это здание мое. Что? Воровать нехорошо. Вы когда-то, это у моего прадедушки отняли, когда пришли советские войска, там в 39-м году, да, вы его отняли, советская власть. Потом пришли фашисты, немцы тоже отняли, а потом опять советская власть и вот это, давайте его мне обратно. Ну там была паника, там, ну как же так, то все, международный суд, европейский суд сказал, нет, здание этого человека, воровать нельзя. Вот это вот вернулось через 70 лет обратно. И они ему сказали, ну мы только что крышу за 100 тысяч долларов подчинили, хоть 100 тысяч там верните за него. Он говорит, никаких проблем, абсолютно, с вами полностью согласен. Выписал им чек на 100 тысяч долларов, только как только они положили этот чек в банк, он им представил аренду за последние 70 лет. Он сказал, ну я же вам крышу подчинил, а аренду вы мне 70 лет не платили. Да, вернется вашим внукам. И поляки были очень расстроены, ну это же не мы, это же они, это же тогда, да, тогда. И тогда мои родственники пострадали, и тогда сколько жизней было загублено, которых у меня теперь нет ни кузенов, ни племянников, никого. Поэтому придется, это все вернется тем, кто сворует, тем, кто аферисничает. Может быть не им самим, но и детям, их внукам это вернется. К сожалению, пока что наши будут страдать, но бороться надо. И также я хочу сказать, смотреть на вещи, я призываю людей реально, оценивать ситуацию реально. Но ни в коем случае не падать духом, ни в коем случае не входить в заблуждение. И держать строй. Я можно добавлю, просто сейчас нам приходит сообщение в чат, что блогер Панарин заявил, что Обаму арестовали. Пожалуйста, прокомментируйте, прокомментируйте, что Обаму арестовали. Я хочу сказать, ребята... Те же, которые арестовали Сороса. Да, зачем вы смотрите блогеров, которые несут полнейшую чушь и хрень вообще? А потому что людям приятно, им приятно, им нравится. Ну вот же, некоторые написали, вот мы посмотрели ваш выпуск, ну почти как СНН. Ну может быть, я не знаю, чем-то похоже на СНН, но ребята, пребывать в розовых очках в каких-то странах непонятных и делать вид, что Обаму арестовали вообще, и сообщать это еще... Ой, прокомментируйте это, что можно комментировать? Да, я это испытывал и видел очень много раз, когда я служил в России, в Украине. Я видел, как старый американец с пузом, лысый, все зубы уже не его. И даже когда он учился в колледже, он не пользовался популярностью у девочек. А тут вдруг 20-летняя красавица, 25-летняя красавица подходит к нему, ну или даже в таком как я. И говорит, слушайте, такой сильный, такой умный, такой красивый, ты мне так нравишься. Ну, приятно слышать, ну правда приятно, хотя внутри ты должен понимать, что это брехня. Это тебе сейчас будет стоить до хрена денег. Поэтому это все брехня, и будет это тебе стоить и семейную жизнь, и оскорбишь свою жену, и все такое. Ну, приятно слышать, хочется это услышать, хотя ты понимаешь, что это она тебе врет. Вот, ребята, смотрите этих блогеров, слушайте их, вам приятно это, пожалуйста. Ну, вы идиоты, если вы в это верите. Мы уже почти два часа в эфире. Спасибо всем, я пытаюсь же всем сказать. Ведутся, совершенно точно. Меня уже несколько раз предупредили. Значит, смотри, я сейчас курсы, подписался на курсы, как чтобы меня не разводили, как лоха. Правда, курсы очень дорогие. Дайте, пожалуйста, таблеток от жадности и побольше. И успокоительные валерьянки. Теперь все пишут, где узнали новости про Обаму. Вот, почитайте в чате, кто там чего сообщал, кто-то пишет, Панарин сообщал, кто-то еще какие-то там. Панарин сказал это, ну ладно, он все-таки историк там и прочее. Он мог сказать, что кто-то передал что, его арестовали. Он, извиняюсь, я не знаю, так сказать, если я выясню, что это он сказал, я бы что не буду слушать. Спасибо большое. Сейчас я вот, Антока, закончу сейчас. Вот пляж там вот подо мной, значит, на пляже утром я иду там плаваю, ну там все наши, все наши там, да. И, в общем, я выхожу из воды, и ко мне реально бежит человек 10. Люди, которые никогда не бегали, вообще в жизни, по ним видно, что они никогда не бегали. Они все бегут ко мне, Юра, Юра, смотри, арестовали, Сороса арестовали, Сороса арестовали. Я говорю, подождите, где вы это взяли, что вы его арестовали? Ну, где вы это? Я говорю, успокойтесь, никто его не арестовал, не такой идиот, как Цукенберг. Это у них армия юристов, которые все это, перед тем, как они дадут куда-то деньги или что-то сделают, все это прошуршат, проделают. Просто так все это не пройдет. Без суда его никто не арестует. Спасибо большое нашим гостям, что пришли сегодня. Благодарю вас за то, что вы были вместе с нами. Леон Ванштайн, Юра Табах, спасибо. Надеюсь на то, что мы увидимся с вами скоро. Вы найдете время прийти к нам еще раз на нашу программу. И мы поговорим вообще о новостях, которые вокруг нас. Ставьте лайки, подписывайтесь. Через рекламу мы с Денисом вновь вернемся. Обсудим, что нам там люди в чате писали. Какие комментарии по программе посмотрим. Ну, а вам всего доброго. Спасибо. И до следующих встреч в эфире. Привет, друзья. Я Ирма Заубер. Живу в замечательном городе Лос-Анджелес. Я поэт, художник, музыкант и шаровых дел мастер. А что это такое, я расскажу вам 11 декабря. В шоу Аллы Славиной Браво шоу 8 по Нью-Йорку. Также поведаю вам, как пережить четырех свекрови, 25 переездов и государственный переворот. Вам хочется сказок? Их есть у меня. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, мы снова возвращаемся в эфир. Спасибо, что с нами. Спасибо, кто остался для того, чтобы мы проанализировали наш чат за сегодняшний эфир, комментарии. Пожалуйста, у меня огромная просьба. Всем, кто остался до сих пор, нас смотрит, поставьте лайк под видео и не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. И подписаться на канал и поставить колокольчик для того, чтобы смотреть наши выпуски, чтобы вы получали уведомления, чтобы наш контент продвигался в социальных сетях. К сожалению, социальные сети не дают нам это сделать возможность самостоятельно. Как-то вот мы призываем всех тех наших людей, которые нас смотрят, кому интересен наш продукт, сделать это за него. Для нас это очень-очень и очень важно. И большая просьба, пожалуйста, сделайте это. Очень вас прошу. Денис, какие интересные комментарии у нас по ходу были? Что было интересного с самого начала? Ну, за исключением того, что люди все пишут, когда же аресты и все прочее. Вот Ирина Критц пишет, неужели вы верите, что кого-то арестуют? Четыре года назад говорилось, что Клинтона посадят. Ну и где она посадит Сукинберга? Ха-ха-ха. Ну вот как бы на самом деле все вопросы о том, что кого-то арестуют, идут уже аресты, Обаму арестовали. Это же вот все. Ну, такая вот уже. Ну, пока что всем, конечно, это хочется, чтобы это было. Но, блин, пока еще очень-очень и очень-очень рано об этом говорить. И это просто такое засорение эфира. И опять же, вроде идут аресты опять. А Елена Альпирович пишет. Елена Альпирович еще пишет, что ждала нас все выходные. И это очень долго. А Елена Чевская нам написала, что наверняка понарин сам Обаму арестовал. Ну, вот я же опять же про таких блогеров, которые очень у нас говорят о том, что все прекрасно и все хорошо. Хотя вот, ну, как бы уводят нас совершенно в непонятные какие-то розовые страны с какими-то там, я не знаю, диковинными, несуществующими животными вообще. И мы видим совершенно другую реальность. После которой ты смотришь на программу, которая дает тебе информацию, и думаешь, ну, блин, ну, что это такое, депрессняк какой-то. А ну-ка я пойду с мехопанораму посмотрю опять. Эх, сегодняшний выпуск был хорош, кстати говоря. Мне очень понравился трезвый и интересный анализ и от Юрия, и от Леона. Они все очень четко и правильно как бы по фактологии прошлись именно, по доказательной базе и по тому, что с чем какие проблемы могут быть, и в чем наоборот мы можем как-то вырулить, но опять же не сдаваясь. И просто предложили разные вариации развития вообще событий, как это все будет происходить. Я считаю, что это очень полезно на данный момент послушать таких людей, которые вот рассказывают именно вот о фактологии. Это довольно-таки редкий случай сейчас, когда все просто придуманными вещами делятся и говорят, да, да, мы все понимаем, что фальсификация, да, мы все понимаем, что в Аризоне, в данный момент вот это вот слушание сейчас мы видим, до сих пор люди приходят, люди рассказывают о тех событиях, которые там были, но расслабляться не стоит, не стоит, не стоит. Панарин не утверждает, он призывает только знать всю палитру информации. Нет, вся палитра информации это когда не однобока, это как раз-таки когда вся палитра информации. Что еще у нас там интересного? Пишет, вы можете объяснить, почему в последние дни многие, в том числе Трамп, стали называть США республикой. Я могу объяснить, потому что Соединенные Штаты Америки это страна с формой правления, которая звучит как федеративная президентская республика. Поэтому, собственно, и республика. Да, все правильно. Это абсолютно точно. Здесь нет никакого момента, чтобы мог что-то, мог тебе добавить или возразить. Я бы хотел сакцентировать внимание еще на сюжете про Трампа, про его выступление, про его большое интервью, которое он дал Фоксу, по поводу того, что все на нашей стороне, факты на нашей стороне, но, к сожалению, времени на нашей стороне. Но не переживайте, у меня будет даже больше 100%, 125% энергии на то, чтобы доказать в суде правоту свою. И даже если нам понадобится полгода, мое мнение не изменится, я все это время буду заниматься тем, что я все равно докажу, я все равно как бы соберу эту базу. И вот как бы так. CNN сообщает, Камала сломала ногу Байдену во время изнасилования. Руслан Степанов. Вот это то, что нам нравится. Хороший заголовок – это успех эфира. Мы знаем таких много людей, которые с хорошим заголовком. Вот если бы наша программа называлась не только шоу в прямом эфире, а именно вот так, как Руслан Степанов написал. CNN сообщает, Камала сломала ногу Байдену во время изнасилования. Наверное, просмотров было бы намного больше. Ну, может быть, раз в 10 или в 100. Да? Интересно, у Руслана есть версия, кто кого насиловал из них. Я уже даже… Даже не имеет уже значения, кто кого насиловал. Главное, что вот мы как бы… На самом деле вот сам этот факт, он как бы притянул бы внимание людей. Так же, как, в принципе, делают и многие другие. Борис Григорьев пишет. Игорь Панарин. Мировая политика 1264. США арестован ли Обама? Вопрос. Просит посмотреть всех наших зрителей. Еще один ролик Игоря Панарина. Вот. Тогда бы YouTube забанил трансляцию, Сигфрид Ветенберг пишет. Да, наверное. Не знаю. Но видишь, люди же многие как бы делают подобные вещи. Не забанивают. Вот такие именно не забанивают. Это у нас проблемы. А вот с такими заголовками как раз то, что нужно. Нам на протяжении эфира Татьяна Гриева писала, вот когда Юра сказал, что писать письма Гавернерам или еще кому-то. Вот смотри, Татьяна Гриева пишет писать письма Деблазию или Комо. Вы серьезно? А я в свою очередь тоже добавлю. Я к Веленойси живу. Я бы своему Гавернеру не то, что письмо он не написал. Ну, как бы. Я даже не хочу комментировать. Вот. Как? На самом деле мы серьезно. Я думаю, что надо делать все возможное, все доступное, то, что ты можешь делать. Вот ты можешь написать письмо. Или позвонить куда-то и задать какой-то вопрос. Делай. Можешь выйти на протесты, иди. Можешь помогать финансово всяким бродкастам, либо же, например, республиканцам, давая донейшн на то, чтобы они делали то, что они должны делать. Делайте. Делать просто в данный момент это надо в два раза активней. Вот. Потому что время тяжелое. Ну, я что-то... Вот и так. Надо волонтерами идти, волонтерами идти куда-то. Тоже надо идти и надо делать. Вот все, что могу сказать. Юрий тоже сегодня сказал, что вот он тоже выходит на митинги, проводит время на митингах и протестах. То есть посильно делает то, что может делать Леон Ванштайн, создает сайты, приглашает людей, которые единомышленники могут помочь как-то. Вот они вместе будут рассказывать с Юрием о том, как нужно разговаривать с детьми. Это тоже ведь огромная работа, огромный труд. И хорошо, когда кто-то что-то делает, хотя бы понемножечку своих возможностей, но он что-то делает. Неважно даже. В данном случае мы поняли, как это необходимо в данной ситуации. Потому что эта ситуация острая, она важная. И, соответственно, как бы, вот Оксана Корней пишет. Песню надо в конце или в начале машины времени. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Спасибо за эфир. Спасибо Оксане за такой комментарий. Очень правильный и очень вовремя. О том, что не нужно прогибаться, нужно его менять потихонечку вокруг себя, что-то, что-то, что-то делать. Не закрывать глаза, не проглатывать, как нам говорят. Всегда фальсификации, чего вы там типа, это совсем не важно. То есть мы же видим, что это откровенная ложь. Мы видим, что это фальсификации. Мы видим о том, что происходит в судах, это несправедливо. Мы понимаем, что телевизионщики и телекомпании, которые отказываются, прерывают прямые трансляции на основании того, что люди, по их мнению, врут или еще что-то, когда мы такое видели в Соединенных Штатах Америки. Вообще это то, что происходит, происходит первый раз. Мы не должны это проглатывать. Мы должны, а ну-ка, быстро отключить все эти телеканалы к чертям собачьим, которые только это сделали. Вот они за вас решили, что правда, а что ложь. Нет, вы должны решать, что вам интересно смотреть, а что нет. Интересно смотреть что-то, и вы соглашаетесь с этим. Это ваша точка зрения. Вы можете поменять свою точку зрения. Вы можете согласиться, но это ваша точка зрения. Вам не должны говорить, вот идет прямая трансляция из Белого дома, а мы ее прерываем на том основании, что мы считаем, что этот человек врет. Или свидетельства, вот столько свидетельств разных людей под погонами, под присягой. Мы не будем принимать только лишь потому, что мы считаем, что они не основаны ни на чем, эти доказательства. То есть, что можно сделать? Какой вывод? Проглотим ли мы это и пойдем дальше? Или мы будем сами бороться? Даже бороться всю свою жизнь. Так бороться, как мы можем бороться. Отключить каналы и не смотреть, это ваш посильный вклад в это. Создать что-то новое и свое, это ваш пассивный вклад в это. Помочь тем людям, кто создает что-то новое, это ваш посильный вклад в это. Вот как-то так. Поэтому надо-надо обязательно что-то делать. Я считаю, что это просто мы обязаны, если у нас активная гражданская позиция, мы обязаны что-то делать. Хорошо. Сигфрид Уиттенберг писал еще вначале, если Байден специально слег, чтобы смыться вовремя, как считаешь, подстава с вывихом или что у него с ногой? Да, я не думаю, что он должен что-то сейчас... Он же ходит, он же прекрасно там себя чувствует. Он же не то чтобы лежит и встать не может, или еще что-то сделать не может. Я думаю, что нас ожидает впереди еще очень-очень много таких подобных вещей. И заболевания ковидом, так же, как они пытались вывести из предвыборной гонки Дональда Трампа. То есть все это заболевание, которое прошло очень быстро и на ногах, оно же случилось в какой момент, в самый ответственный, когда прям очень горячая пора пошла. Я думаю, что они будут это использовать и вперед, и вперед. И это замечательный такой способ. Ну, заболел человек ковидом и умер, как все пожилые люди умирают. Вот как бы ему уже почти 80 лет. Понятное дело, очень высокая зона риска. А вот не уберегли мы президента, не уберегли. Но опять же, с точки зрения некоторых аналитиков, смена власти, в лучшем случае для Камалы Харрис, должна произойти через два года и один день, для того, чтобы она смогла там потом пробыть уже там два с половиной срока, как бы три, почти три срока у власти, учитывая, что половину срока она и так будет руководить страной и процессом через Джо Байдена. То есть, как бы, в ее интересах. А тут же и машины, опять же, более усовершенствуют. И Дониниан придет там в более прекрасное состояние, да, если вдруг рассматривать этот вариант. Хотя, вот, судя по пресс-конференции Джулиани, несколько человек из системы Дониниан уже дают показания под присягой. То есть, эта информация есть. Будем надеяться на то, что Дональд Трамп не оставит это, как он и заявил. И, невзирая даже на результаты выборов, этот процесс будет продолжаться. И я надеюсь на то, что он возымеет результат. Ирэн Рувинский пишет. Байден по дороге со своими избирателями, вероятно, имея в виду картинку, где на фоне кладбища Байден машет рукой и говорит спасибо за то, что проголосовали. Да. Панарин не утверждает, что аресты Обамы это 100%. Он предположил, что это вброс в канадские испаноязычные СМИ. Евгения Жаркова пишет. Евгения, мы же говорили о том, что люди в нашем комментарии, посмотрите на комментарии, пишут утвердительно, что Обаму арестовали. Панарин заявил, что Обаму арестовали. Я вообще не видел ролики Панарина, я их не смотрю. Поэтому давайте закроем эту тему совершенно. Мы уже о ней поговорили, и я считаю, что нет смысла об этом дальше обсуждать. Надо просто серьезнее относиться к информации. Владимир Гартсман нам цитировал Лина Вуда, который сказал, что на самом деле имеются миллионы причин, по которым Брайан Кемп Джорджия, а также Джорджия Secretary of State скрывают правду. И ни Брайан Кемп, ни представители секретариата штата не могут спать спокойно, и они не должны, потому что справедливость вас торжествует. Ну, я посмотрел сегодняшнюю пресс-конференцию секретаря штата Джорджии. Буквально вот это началось за полчаса до нашего эфира. И выглядел этот человек довольно-таки нервозно, говоря о том, что это самые честные выборы, самые, что не есть вообще правдивые. И вот этот его такой спич основывался на словах «Самые честные выборы, самые надежные машины, самые безопасные в качестве кибербезопасности программное обеспечение». Меня заставил насторожиться. Ну, а что это означает, что другие были не такие безопасные, как сейчас? На основании чего? На основании того, что были огромные количества бюллетеней, присланных по почте, зачем же они тогда уничтожают конверты от этих бюллетеней в таком скоростном порядке, чтобы замести следы? Тут очень много вопросов, говорящих о том, что они пытаются всеми силами, правдами-неправдами, просто нагло врать. Это очевидно, что он врет. Даже не основываясь на том, что даже не беря во внимание те факты, которые Джулиане представляет в ходе публичных слушаний, основываясь хотя бы на психологии поведения человека. Вот хотя бы на этих фактах. В Вирджинии вроде бы как тоже много фактов вскрылось, пишет Сегрет Виттенберг, а по всей Калифорнии митинги против демократов. Надо было у Леона спросить. А, да, ну и вот в Аризоне сейчас происходит тоже митинги, прямо напротив зала заседаний, где проходит общественное слушание. В данный момент собралось несколько сотен людей, которые поддерживают. Вот мы сейчас видим картинку в маленьком... Картинка в картинке. В большой картинке идет слушание суда. Это прямая трансляция канала NTD Live. А в маленькой картинке мы видим о том, что идут протесты за зданием суда. Мы видим, что там собрались люди с флагами Трампа. Есть выступающие, которые выступают в поддержку и хотят, чтобы эти слушания были все-таки приняты во внимание судами. И высказываются против масштабной фальсификации, проведенных в выборах 3 ноября в Соединенных Штатах Америки. Вот мы видим, как много людей там собирается. И они все там уже находятся с момента начала слушаний. То есть, как бы уже больше трех часов люди находятся там. В данный момент. Картинка, вот что касается Аризоны, нам Оксана Карни писала. Вот что дают на самом деле эти публичные слушания, кроме траты времени, которого нет? В Пенсильвании они ничего не дали. Я считаю, они дают очень много. Я считаю, что это впервые вообще в истории Америки происходит такое мероприятие, когда люди, которые не согласны, собирают и документируют все факты. Они дадут этому ход обязательно. То есть, это обязательно должен рассмотреть Верховный суд. И Верховный суд должен дать вердикт. И на основании этого вердикта мы можем понять, что же происходит вообще с судебной системой. Стоит ли нам не переживать и надеяться на суды и судей? Или стоит нам задуматься? Потому что, как Георгий Бармейсер сказал нам в пятницу о том, что раз вся система дала сбой, может быть, стоит и подумать о том, что у нас и судьи тоже принимают решения не по справедливости, а по своим политическим принадлежностям или по поводу какой-то политики, что политики сильно влияют на принятие решения судей. Мы должны сделать вывод. Мы должны сделать вывод, не по справедливости. Вот что. Да, надо дождаться решения судов, надо послушать, надо понять на основании, чего они делают. Конституционный суд – самая главная законодательная база в Соединенных Штатах Америки. Мы должны ориентироваться на Конституционный суд. И, как сказал сам сегодня Джулиани, ни губернаторы, ни CNN, ни New York Times, никто не может противоречить Конституции. Есть Конституция, и мы должны подчиняться основному закону Соединенных Штатов Америки. Это Конституция. Вот так. Как ты думаешь, Владимир Гарцман спрашивал, не состоит ли жена Цукера в китайской компартии? Ну, как бывших не бывает. Человек, который рожден в Китае, она рождена в Китае, кстати, или в Америке? Ты вот что-то об этом знаешь, может быть быстро прогуглить. Я вот, к сожалению, не знаю про нее, где она рождена. Скудя по ее имени, она китайского происхождения. Нет, но она могла быть рождена в Соединенных Штатах Америки. Но, судя по тому, что делает Марк Цукенберг, вот тут я бы уже сделал совершенно другие выводы о том, что это действительно шаг к тому, что тяжелые тросы пытаются свернуть огромный корабль в сторону даже там не Китая, а Венесуэлы, или вот что-то в таком роде. И он на этом пути. То есть масштабная цензура, затыкание рта, это похоже то, с чем нам придется бороться ну, как бы довольно-таки серьезно, сильно, потому что сейчас мы это имеем и ощущаем это все на своей шкуре. Абсолютно. Атлас Штрагер, какая разница, где рождена? Попытаюсь объяснить. Если ты родился в какой-то стране и очень долго там прожил, то волей-неволей отпечатки этой страны на тебя накладываются. И когда ты переезжаешь жить в другую страну, то ты уже все рассматриваешь с точки зрения своего базиса, который у тебя уже есть. Вот есть же большая разница, если человек, ребенок, даже, например, родился в одной там стране, у него другой моральный, интеллектуальный базис. А если ты родился, там, например, и тебе говорят, что какие-то вещи это норма жизни, то ты думаешь, да, это норма жизни. Попадая в другую страну, ты понимаешь, что это не только не норма, а это вообще нечто ужасное и кошмарное. Вот. Если человек, даже, были такие случаи, когда там с Северной Кореи люди убегали, так редко случается, но такое бывает. И потом их принимают в нормальных странах, и они не могут адаптироваться, они боятся всего, они не могут справиться с этим. Но это как бы такой посттравматический синдром, он довольно-таки долго присутствует. поэтому имеет значение, где ты родился, сколько ты там прожил, потом куда ты переехал, это все-таки как бы такой важный фактор. Никит должен исправить сам себя, я ошибся, она родилась в Квинси, Массачусетсе, это пригород Бостона, а происхождение у нее вьетнамское. Вот, видишь, то есть мы вообще могли сейчас как бы не в ту сторону пойти. Активитация ни в чем не повинного человека. Ну да. Вот, поэтому я сказал, я ничего про нее, к сожалению, не знаю, а вот то, что делает Марк, это, конечно, очень ужасно. Но в принципе не только Марк, а все социальные сети, крупные, Твиттер, Гугл, это же вообще мы уже обсуждали все, и сегодня в программе мы тоже говорили, я надеюсь, что все-таки как бы как-то, каким-то образом все эти процессы возымеют место и результаты серьезные. Муж и жена одна сатана. О, да, да. Ну, опять же, как показывает практика в Америке, муж может проголосовать за Трампа, а жена за Джо Байдена. Это до или после семейные драки? А, это вместо. Вместо. Так, что здесь у нас? Было мнение по поводу вводных знаков на бюллетенях, что они на самом деле там присутствовали, потому что люди видели, как голографические вводные знаки, так и однотонные серого цвета. Было предположение, что это на тех бюллетенях, которые просто уже печатались в авральном порядке на обычных принтерах, точнее, на обычной бумаге. Вот, кстати, картинка в полном масштабе тех людей, которые вышли на протесты. Мы видим, как много людей поддерживают сейчас эти слушания. Поэтому это очень важно. Видите, людям важно, чтобы их голоса услышали. В Америке очень сложно, чтобы тебя сейчас услышали. Твой голос вообще затыкается и глушится со всех сторон. Вот это те люди, которые выходят на улицу к этому суду и они доказывают свою правоту. мы видим, насколько люди серьезно настроены, насколько они решительны. И вот, как бы, это то действие, которым я, например, смотря, я вижу, что люди высказывают несмотря ни на что свои точки зрения. Они требуют рассмотрения этих всех фактов в судах. Вот как после такого возможно судьям просто не принять даже к рассмотрению то, что такие факты, которые они представляют. мы слышим, что говорят люди, мы слышим, что это люди при исполнении, мы видим о том, что они дают это все под присягой, мы видим документы, мы видим специалистов с 50-летним стажем и работающим, работающим на безопасность Америки, которые заявляют о том, что эти программы были взломаны и управлялись из других государств. ну как можно не реагировать вообще на все то, что происходит? Как можно закрывать глаза и говорить то, все это это не имеет под собой доказательной базы, как говорят, это baseless. Как это может быть baseless? То есть, вот эти все люди, которые приходят, они что, просто одурачены чем-то. Интересно. Продолжают писать про Панарина, а он ничего не говорил о том, что Обам арестовали, его спрашивали, но он сказал, что подтверждения нет, скриншот. А вот смотрите, какие комментарии уже в интернете, что он сказал и все прочее, и пошло, пошло, пошло и пошло. Ирина Крит написала цитату Марка Туэна, если бы от выборов хоть что-то зависело, нам не позволили бы в них участвовать. Ну, похоже, что теперь так и происходит. Но то, что выбор сфальсифицирован, это как раз таки и говорит о том, что нам в них и не позволили участвовать. То есть, мы в них участвовали, но нам не позволили в бюллетене, которые, судя по заявлениям Рудольфа Джулиани, были найдены в реке с именем Трамп, это те люди, которым тоже не позволили высказать свои голоса. посмотрите, сколько всего. Пересчитанные закрытые участки, в которых там в сотни тысяч раз взлетали голоса за Джо Байдена, только это те люди, которым не позволили высказать свои голоса и пойти проголосовать. Это же как раз таки об этом. Нам просто не позволили это сделать, нам не позволили проголосовать, нам закрыли рот, нам не дали возможности высказаться, нам не дали возможности действительно сделать наш выбор. Вот. Ну, у меня все с вопросами. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами в течение всего нашего эфира. Отдельно еще благодарность нашим гостям, которые были сегодня, Леон Ванштайн и Юри Табах. Спасибо большое, Денис, тебе за твою модерацию, спасибо всем, всем, всем гостям, нашим участникам, наших, нашим комментаторам и людям, которые задавали вопросы. Мы здесь выходим для вас в эфир и делимся информацией именно с вами, поэтому вам огромное спасибо. Пожалуйста, не забудьте поставьте лайк, если вы еще не подписались на наш канал. Пожалуйста, подпишитесь еще раз на наш канал, поставьте колокольчик и запомните, что мы выходим в эфир по будням каждый день с понедельника по пятницу в 12 часов дня по Нью-Йорку 11 часов утра и Майами, соответственно, 11 часов утра Техас и Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Ванкувер 9 часов утра, Москва 8 часов, Иерусалим и Киев 7 часов, 9 часов Тбилиси. Мы рады, если вы присоединяетесь к нам в прямом эфире, но мы также рады, если у вас нет возможности посмотреть на нас в прямом эфире, смотрите нас в записи после прямого эфира, трансляция доступна в записи, пишите комментарии, помогайте финансово, если есть такая возможность, у нас ссылка на PayPal в комментариях под нашим видео. Благодарю вас за сегодняшний эфир, всем всего доброго, берегите себя и до новых встреч. Да, Денис, всем пока. Всем пока. Привет, друзья! Я Ирма Заубер, живу в замечательном городе Лос-Анджелес. Я поэт, художник, музыкант и шаровых дел мастер. А что это такое, я расскажу вам 11 декабря в шоу Аллы Славиной Браво шоу 8 по Нью-Йорку. Также поведаю вам, как пережить четырех свекрови, 25 переездов и государственный переворот. Вам хочется сказок? Их есть у меня. До встречи! Ток-шоу в прямом эфире благодарит всех, кто финансово поддерживает нас и помогает каналу выходить в эфир каждый день с понедельника по пятницу. Мы создаем настоящее информационное вещание вместе с вами. Ссылка на PayPal в описании или используйте QR-код на вашем экране. Продолжение следует... Might as well... ... ... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова